Что делает лодка посреди пустыни? Вы ожидали бы найти морское судно ближе к берегу? Этот вопрос археологи задавали себе десятилетиями. В 1988 году вблизи одного из важнейших мест археологических раскопок в Древнем Египте разразилась буря. Из песка появилась деревянная конструкция. Она была выедена термитами. Ученые были полны решимости разгадать ее тайну. В 2000 году они начали раскопки на участке вблизи Абидоса. Американская команда экспертов вскоре обнаружила лодку длиной 21 метр. И она была не одна. Всего там находилось 14 лодок, аккуратно расположенных рядом друг с другом. Полностью раскопать лодки было невозможно из-за их плохого состояния. К счастью, древесина достаточно хорошо сохранилась, чтобы взять образец. Анализ показал, что лодкам было около 5000 лет. Это самый древний флот в истории человечества на сегодняшний день. Время их строительства на полтысячелетия опережает время возведения пирамид в Гизе. Каждый корабль флота был помещен в хранилище, соответствующее его размерам. Помещение было размером примерно с треть теннисного корта. На стенах из глинобитного кирпича было изображено более 120 рисунков кораблей. Древние египтяне вырезали их на побеленных стенах, которые прекрасно сохранились. Ученые знают об этих таинственных камерах уже более 100 лет. Британский археолог Артур Вейгал наткнулся на странное сооружение к западу от реки Нил. Его команда заглянула внутрь и увидела часть внутренних стен. К сожалению, часть крыши обрушилась, и дальнейшие поиски пришлось прекратить. Исследователи покинули место, но его местоположение осталось на картах. Расположение лодок сначала навело ученых на мысль, что они покоятся на берегу могучего Нила. Но с этой теорией возникла проблема. Сегодня река течет почти в 11 километрах к западу от Абидоса. Дальнейшие исследования окружающей местности показали, что Нил никогда не менял своего русла. Кроме того, если бы лодки плавали рядом с причалом, они оказались бы в неустойчивом положении. В Абидосе же 40 судов стояли совершенно параллельно друг к другу. Был только один возможный вывод. Кто-то намеренно разместил их таким образом. Должно быть, это потребовало немало усилий. В каждой лодке было достаточно места для 30 грибцов. Эти суда действительно могли плавать. Это не были модели. Но ученые все еще не знают, плавали они по водоемам Древнего Египта или нет. Это не умаляет важности находки. Ранее археологи находили только небольшие модели. В одной лишь гробнице Тутанхамона было 35 моделей лодок. Долгое время эти фигурки были единственными подсказками о том, как выглядели древнеегипетские суда. Конструкция лодок подтверждает, что они были подлинными. Это самые ранние сохранившиеся примеры так называемых построенных лодок. Древние люди строили примитивные суда, выдалбливая большие стволы деревьев. В качестве альтернативы использовался тростник, который связывали вместе, чтобы получился плод. Лодки из Абидоса состояли из досок, связанных между собой. Это было значительным прорывом в судостроении. При жизни лодки, должно быть, выглядели впечатляюще. В то время древесина была ценным товаром. В пустыне не было дерева. Кедр приходилось импортировать из Ливана. Единственным человеком, который мог позволить себе такую роскошь, был фараон. Изучение территории вокруг древнего флота дало больше ответов. Ученые обнаружили глиновидное сооружение, где египтяне поклонялись фараону. Его приблизительная дата постройки совпадает с датой создания деревянных лодок. Те же самые кирпичи, из которых было построено это здание, использовались для облицовки флота. Во время их строительства помещения, в которых они хранили семей или потолок. Именно на эту часть и наткнулись археологи в начале 20 века. Подобно мумиям в гробах, эти чудесные корабли покоились в великолепных хранилищах. Внешний вид этих помещений был также впечатляющим. Изначально внешние стены были покрыты штукатуркой из белого известняка. Она отражала солнечный свет. Под солнцем пустыни строения, в котором находились лодки, должно быть, светилось с расстояния в несколько километров. Древнеегипетские строители использовали ту же технику для покрытия пирамид 500 лет спустя. Сегодня их поверхность выглядит неровной. Но так было не всегда. Когда пирамиды были построены, их верхний слой состоял из тонкого белого известняка. Их поверхность была гладкой и блестела в лучах солнца. Вместо ступеней внешний слой пирамид представлял собой скорее гладкий пандус. Археологам остался один последний вопрос. Какому фараону принадлежал этот флот? Ответ находился всего в полутора километрах от места. Здесь находилась гробница фараона пятой династии царя Синусерта Третьего. Время и стиль ее строительства совпадают со временем и стилем строительства камер с лодками. Самый конец его правления может объяснить, как лодки оказались посреди пустыни. Вероятно, фараон скончался на севере Египта. Затем его тело было перевезено вниз по Нилу в Абидес. Великолепной процессии украшенных лодок. Корабли позже были опущены в камеры рядом с последним местом упокоения их владельца. Это имело символическое значение. В системе верований древних египтян суда играли ключевую роль. Их верховным божеством был Ра. Днем он путешествовал по небу в форме солнца. Ночью он плыл через загробный мир на солнечной лодке. Фараон отождествлял себя с Ра. Вот почему ему были нужны лодки в загробной жизни. Это был единственный способ возродиться так же, как солнце ежедневно восходит над горизонтом. Это верование существовало тысячи лет. У более известного фараона Хуфу тоже был корабль. Ученые обнаружили его рядом с пирамидой фараона в Гизе. Он примерно на 4 века моложе флота в Абидесе. Но корабль Хуфу был почти в два раза длиннее. Великая пирамида Гизы и гробница царя Тутанхамона являются одними из самых известных археологических находок в Египте. Но под бесконечными песками пустыни Сахара скрывается еще много тайн. Недавно археологи обнаружили там затерянный город. Они назвали его самым важным открытием со времен гробницы царя Тутанхамона. Город Атон существует около 3000 лет. Историки надеются, что он поможет им больше узнать о повседневной жизни древних египтян. Известный археолог и египтолог Захи Хавас объявил это место затерянным золотым городом. Атон находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Египта-Каира. Он расположен недалеко от знаменитой долины царей. Сначала археологи обнаружили участки стены из глинобитного кирпича, которые расходились во все стороны. Они обнаружили целые комнаты с орудиями повседневной жизни внутри. Исследовательская группа раскопала пекарню, жилой квартал и административный район. Все они относятся к тому времени, когда египетская цивилизация была самой богатой за всю свою историю. Египтяне также первыми начали создавать предметы из железа. В 1911 году ученые обнаружили набор железных бус возле деревни в Нижнем Египте. Это старейшие известные железные артефакты. Это открытие буквально внеземного происхождения. Древние люди изготовили их, придавая форму куску метеорита. Девять бусин когда-то были частью изысканного ожерелья. Сейчас они почернели и поржавели, что совершенно нормально для украшения, которому более 5000 лет. Они состоят из железоникелевого сплава. Исследователи были поражены мастерством древних ювелиров, обрабатывавших бусины. Их мастерство впечатляет еще больше, если вспомнить, что они не знали о звездном происхождении материала. Великая пирамида Гизы также имеет замечательную особенность. Международная исследовательская группа изучала электромагнитный отклик сооружения на радиоволны. Они обнаружили, что пирамида обладает способностью концентрировать внутри себя электромагнитную энергию. Это происходит как внутри ее камер, так и под основанием пирамида. В нем содержится подземная, незавершенная камера. Кажется, что электромагнитный отклик связан со свойствами известняка – основного строительного материала Великой пирамиды. Результаты исследования могут иметь практическое применение. Благодаря этой удивительной находке можно улучшить работу солнечных батарей и нанодатчиков. Большинство людей знают, что пирамиды строились как величественные гробницы для фараонов, призванные обеспечить им беспрепятственное путешествие в загробный мир. Например, Великая пирамида Гизы была построена для фараона Хуфу. Но большинство людей не знают, что вся эта тенденция строительства пирамид началась именно здесь, со ступенчатой пирамиды Джосера, около 4700 лет назад. Это массивное сооружение было построено для фараона Джосера, правителей с третьей династии Египта. Оно возвышается над землей на шесть ярусов на высоту около 60 метров. Сегодня мы думаем о ней как о феноменальном архитектурном проекте, но для древних египтян ступенчатая пирамида Джосера оказалась скорее масштабным экспериментом, попыткой отточить свое мастерство, прежде чем переходить к еще более амбициозным пирамидам. Достижение новых высот Это очень увлекательно, но настоящая загадка заключается в том, что происходит под землей. В подземном лабиринте этой пирамиды есть сеть туннелей длиной около 5,5 километров. Некоторые исследователи считают, что эти туннели могли быть частью сложной системы водоснабжения, которая может полностью изменить наше представление о строительстве пирамид. Поговорим об этом масштабном комплексе, расположенном в Саккаре. Вокруг пирамида находится так называемый сухой ров, непрерывная траншея шириной до 50 метров и длиной почти 3 километра. Она образует вокруг пирамиды как бы прямоугольную форму. Средняя глубина этой траншеи составляет около 20 метров. Если сложить всю землю и камень, который они выкопали для создания этого рва, то он окажется примерно в 10 раз больше объема самой ступенчатой пирамиды. Долгое время люди предполагали, что этот ров был ничем иным, как огромным карьером, местом, где добывали камень и глину для строительства ступенчатой пирамиды. Логично, верно? Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так. Траншея слишком узкая и глубокая, чтобы в ней можно было вести горные работы, а ее расположение не соответствует ни одному из известных нам способов добычи камня в Древнем Египте. Кроме того, некоторые участки траншеи покрыты скальным потолком, что сделало бы ее практически невозможной для использования в качестве каменоломни. Еще одна теория предполагает, что сухой ров имел какое-то духовное значение. Возможно, это было священное место, где собирались души аристократов, чтобы служить покойному королю в загробном мире. В стенах даже есть ниши, которые намекают на эту духовную функцию. Но большинство исследователей считают, что это назначение, скорее всего, появилось гораздо позже, уже после того, как комплекс был построен для Джоссера. Так для чего же на самом деле был построен ров? В 2020 году один исследователь выдвинул довольно интригующую идею. Возможно, этот ров был создан для сбора и отвода воды, особенно после сильных дождей. Это вполне логично, если принять во внимание местоположение. Ров находится в районе, который легко мог быть затоплен с точными водами с близлежащих равнин. Это также может объяснить, почему ров не использовался для новых захоронений до тех пор, пока климат не стал более сухим и менее склонным к наводнениям. История становится еще более захватывающей, так как этот ров кажется частью более крупной и сложной гидравлической системы в комплексе Джоссера. В траншеи есть несколько отсеков, тщательно вырубленных в скале и соединенных туннелями. Вероятно, эти отсеки служили частью системы очистки воды, где вода перетекала из одного отсека в другой, становясь чище по мере продвижения. Здесь все начинает связываться с самой пирамидой. В комплексе Джоссера есть ряд подземных шахт, и некоторые исследователи полагают, что вода из глубокого рва могла использоваться для приведения в действие гидравлической лифтовой системы. И этот гигантский лифт, работающий на воде, мог использоваться для подъема тяжелых камней, необходимых для строительства пирамиды. Он работал как вулкан, но вместо лавы тяжелые камни поднимала вода. Представьте себе большую глубокую яму в земле в центре площадки для пирамид. Внутри этой ямы находилась огромная деревянная платформа, похожая на гигантский плод, которая могла двигаться вверх и вниз. Когда рабочим нужно было поднять тяжелый камень, они наполняли яму водой. Когда уровень воды поднимался, деревянная платформа плыла вверх, увлекая за собой камень. Почти как гигантский лифт, работающий на воде. Когда камень достигал нужной высоты, рабочие сдвигали его с платформы на пирамиду. Идея заключается в том, что вода из глубокой траншеи после очистки и фильтрации будет поступать в эти шахты. Огромный поплавок, возможно, сделанный из дерева, будет подниматься по мере наполнения шахты водой, поднимая камни туда, где они нужны для строительства. Как только камень устанавливали на место, воду спускали, и платформа опускалась обратно на дно. Готовая поднять следующий камень. Эта причудливая гидравлическая система подъема могла бы стать настоящим прорывом, значительно ускорив и упростив весь процесс строительства без использования большого количества рабочей силы. Похоже, древние египтяне уже тогда придерживались идеи «работай умнее, а нюсернее». Но, конечно же, не все согласны с этой теорией. Некоторые эксперты утверждают, что территория, на которой была построена ступенчатая пирамида Джоссера, не могла удерживать достаточное количество воды от случайных дождей для поддержания столь сложной гидравлической системы. Основная теория предполагает, что в прошлом поблизости могло быть некое озеро, которое наполнялось после периода дождей. И это озеро могло бы снабжать водой гидравлическую систему комплекса. Но в древнеегипетских письменах нет упоминания о таком озере. Так что это скорее ситуация «что если», чем реальность. И тут возникает вопрос о самой тяжелой работе. Помните, я говорил, что этот метод мог позволить древним строителям поднимать камни с гораздо меньшими усилиями? Возможно, это не совсем так. По мнению некоторых экспертов, для создания этого гидравлического устройства потребовалось бы гораздо больше тяжелой работы, чем для простого перемещения каменных блоков с помощью старой доброй рабочей силы. И не стоит забывать, что ступенчатая пирамида Джосера – ребенок по сравнению с теми, что появились позже. Камни, использованные для пирамиды Джосера, весили в среднем около 300 килограммов каждый, что не идет ни в какое сравнение с блоками весом 2 тонны, использованными позже для пирамиды Хефрена. Если полностью исключить эту теорию водяного лифта, то все равно нужно объяснить, как вообще была построена эта пирамида. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного вернуться назад и поговорить об изначальных планах. Прежде чем гробница Джосера превратилась в пирамиду, предполагалось построить простую мастобу. Этот тип гробниц был довольно распространен в более ранние периоды. Прямоугольное сооружение с плоской крышей и наклонными сторонами. Но после того, как первоначальная мастоба была закончена, было решено немного ее расширить, добавив сверху еще несколько слоев, а затем добавить еще больше слоев, пока конструкция не достигла шести характерных ступеней, каждая из которых была меньше предыдущей. И, скорее всего, эти тяжелые камни поднимались с помощью пандусов, а не с помощью лифта, работающего на воде. Мы еще многого не знаем о ступенчатой пирамиде Джосера. Чтобы полностью понять, как работала эта система и существовала ли она вообще, безусловно, необходимы дополнительные исследования. Но идея использования воды для строительства пирамиды добавляет совершенно новый слой в наше понимание древнеегипетской инженерии. Это мощное напоминание о том, насколько умными и изобретательными были строители, использовавшие природный ландшафт и силу воды для создания одного из самых знаковых памятников в истории. Вы когда-нибудь видели крикетные мечи, которым 3 миллиарда лет? Сферы Клерксдорп были найдены в залежах минерала пирофилита в Южной Африке и потрясли научный мир. Они действительно похожи на крошечные древние мечи для крикета с линиями, напоминающими швы по центру. Еще в 1980-х годах некоторые люди утверждали, что эти шары были сделаны развитой цивилизацией, о которой мы ничего не знаем. Один музейный хранитель рассказал, как один из них самостоятельно вращался в витрине. Было также телешоу, в котором приглашенный экстрасенс заявил, что сферы являются частями древнего космического корабля. Но, по мнению геологов, эти сферы на самом деле являются обычными конкрециями, образованными из минералов, отличных от окружающих пород. Линии, похожие на швы, — это просто отпечатки от слоев основной породы, образовавшейся со временем. Сферы в Клерксдорпе имеют разные формы — от заметно приплюснутых сфер до отчетливых дисков. Что касается эпизода, когда одна из этих сфер вращалась сама по себе, то хранитель музея Клерксдорпа прояснил и этот момент. Он сказал, что когда он положил одну сферу на стеклянную полку во время визита журналиста, сфера немного повернулась, потому что она круглая. В районе, где расположен музей, часто происходят подземные толчки, связанные с добычей золота поблизости. Самые древнеизвестные следы, похожие на человеческие, могут быть возрастом 6 миллионов лет. Они были найдены на греческом острове Крит в 2002 году. Если эти данные верны, это означало бы, что ранние предки человека могли мигрировать между Европой и Африкой гораздо раньше, чем мы ранее полагали. Однако это не означает, что Африка не является колыбелью человечества. Это просто доказывает, что ранние предки человека перемещались между континентами. Некоторые исследователи считают, что следы, оставленные двуногим существом, возможно, родственным раннему предку человека по прозвищу Эль Греко. По мнению исследователей, отпечатки имеют форму, похожую на человеческую, с пятью пальцами на ногах и параллельным большим пальцем. Некоторые ученые относятся к этому скептически и предполагают, что отпечатки могут принадлежать поздним европейским обезьянам. В новом исследовании были проанализированы окаменелые морские микроорганизмы, найденные в осадочных породах, чтобы определить возраст отпечатков и доказать, что им действительно 6 миллионов лет. Следующая удивительная находка, которая не дает покоя ученым – Дорчестерский горшок. Это великолепно сделанный металлический сосуд с причудливыми геометрическими узорами, выбитыми на блестящем серебре. Горшок был обнаружен в Дорчестере. Кто бы мог подумать? В 1852 году, при весьма необычных обстоятельствах, во время мощного взрыва горшок раскололся на две части. Ученые считают, что первоначально он был вложен в скалу или валун, известный как пудинговый камень. Возраст породы, из которой появился Дорчестерский горшок, составляет около 500 миллионов лет. Это может означать, что и самому горшку столько же лет. Современная и менее захватывающая теория предполагает, что Дорчестерский горшок – это подсвечник викторианской эпохи. Такие вещи действительно были популярны в то время, поэтому неудивительно найти настолько изысканный предмет быта из той эпохи. Дорчестерский горшок относится к категории неуместных артефактов, то есть несовместимых с эпохой, в которой они были сделаны. Как правило, предметы кажутся слишком продвинутыми для того периода времени, к которому они предположительно относятся. Если допустить, что горшку 500 миллионов лет, то тот, кто его изготовил, опередил свое время. Еще одна загадка заключается в том, что на горшке выгравировано растение, которое, скорее всего, исчезло из земли более 100 тысяч лет назад. Звучит как хорошее подтверждение того, что горшок действительно очень древний. Похоже, что самой древней картой Европы является камень возрастом 4000 лет. Эта плита бронзового века была найдена во Франции в 1900 году в древнем захоронении. Резьба на плите показывает в трех измерениях сети реки Одит с фантастической точностью около 80% на протяжении 29 километров. В мире существуют и другие карты, высеченные на камнях. Но это уникально тем, что на ней в масштабе изображена конкретная территория. Похоже, что на плите изображены не только реки и холмы, но и поселения, курганы и системы полей. Археологи считают, что плита использовалась не для навигации, а скорее, чтобы символизировать власть. Детальная разметка на плите могла служить иллюстрацией владений местного правителя. Возможно, князя или короля, чтобы показать его контроль над территорией. Когда правитель потерял власть, плита, скорее всего, была использована в качестве части погребальной усыпальницы. Уникальный артефакт хранился в подвале одного из музеев. В течение десятилетий никто даже не обращал на него внимания, пока несколько ученых не прочитали старые отчеты о плите и решили ее проверить. Они провели детальный анализ с использованием 3D-технологии. Их исследование доказало, что создатели плиты не только высекли линии на камне, но и изменили его поверхность, чтобы он с высокой точностью отражал рельеф ландшафта. Зальцбургский куб, также известный как вольфзекское железо, был обнаружен в конце 19 века в Австрии. Пусть название не вводит вас в заблуждение, он совсем не похож на куб. Это скорее округлый предмет с двумя плоскими сторонами. Посередине проходит желобок, а поверхность покрыта ямами и кратерами. Именно из-за его уникального внешнего вида многие считают его чем-то не из этого мира. Рабочие случайно обнаружили этот артефакт, когда взрывали кусок угля. Считается, что возраст угольного пласта, из которого он был извлечен, составляет более 60 миллионов лет. Зальцбургский куб переходил из одного музея в другой, таинственно исчезал в начале 20 века, а затем появлялся снова. Профессор Боннского университета предположил, что он может быть метеоритом, но в нем не было обнаружено элементов, которые обычно встречаются в метеоритах, например, кобальты или никеля. Тогда исследователи решили, что это должно быть предмет, сделанный человеком, возможно, подсвечник викторианской эпохи. Никто не знает ни настоящей истории Куба, ни его текущего местонахождения. Да, он снова исчез. Слышали когда-нибудь об отпечатке Мейстера? Это окаменевший отпечаток сандалии. Он был обнаружен в 1968 году и вызвал большой интерес. Внутри отпечатка находится трилобит, который предположительно вымер примерно за 500 миллионов лет до появления человека. Но многие историки считают, что этот возраст преувеличен. Когда Мейстер нашел окаменелость, она была признана подлинной. Но ученый, который проводил экспертизу, не подтвердил, что это отпечаток человеческой сандалии. Он лишь согласился с тем, что там был трилобит. Когда другой ученый посетил это место, он обнаружил 15-сантиметровый отпечаток, который, по его мнению, принадлежал детскому макосину. Но обувь, похоже, была новой. Так может ли это быть свидетельством путешествия во времени? Доказательством того, что люди существовали на миллионы лет раньше, чем мы думали, признаком, что кто-то другой посещал землю в древности? Или это просто скальное образование, похожее на отпечаток сандалии? Ответов на эти вопросы у нас пока нет. В июне 1936 года одна пара гуляла вдоль Красного ручья в американском Лондоне, штат Техас, когда наткнулась на нечто необычное. Это был кусок дерева, торчащий из, казалось бы, древней скалы. Примерно 10 лет спустя их любознательный сын решил вскрыть скалу, чтобы посмотреть, что находится внутри. И увидел молоток, который выглядел на удивление современно. Затем один энтузиаст решил, что порода, в которой находился молоток, относится к меловому периоду. Это означает, что кто-то пользовался молотком 19 века, когда по земле еще бродили динозавры, вроде Трицератопса. Таким образом, если этот молоток действительно относится к меловому периоду, то вся теория эволюции окажется ошибочной. Если молоток был современным, это означало бы, что меловая горная порода, из которой он был извлечен, была гораздо моложе, чем мы думали. Но на самом деле ответ гораздо проще. Молоток действительно был современным, и геологические процессы заключили его в камень. Минералы могут затвердеть вокруг объекта за относительно короткое время. Так что, скорее всего, молоток был уронен шахтером столетия или около того назад, и после этого вокруг него образовалась горная порода. И нет, это не подсвечник викторианской эпохи. Самой волнующей случайной находкой в моей жизни была 10-долларовая купюра в старой зимней куртке. Но некоторым людям везет больше. Они находят подземные города, которым сотни лет. Или создают изобретения, которые превращают их в миллионеров. Липучка была изобретена после обычной прогулки по лесу. Создатель кукурузных хлопьев Келлокс вдохновился сломанным зубом. А Плейдо спас от краха бизнес-империю благодаря случайности. В 1998 году инженер-электрик Джон Уильямс обнаружил нечто похожее на электрическую вилку, торчащую из земли. Он начал копать и заметил, что она застряла в небольшом камне. Это происходило в сельской местности в Северной Америке, вдали от цивилизации, промышленных комплексов, фабрик и электронных заводов. Этот электронный элемент, встроенный в твердый гранитный камень, получил прозвище «Энигмолит» и ценник в 500 тысяч долларов. Некоторые ученые уверены, что это мистификация, а не сувенир, оставленный посетителями из космоса, как утверждает Уильямс. Но человек, нашедший камень, хотел доказать, что это настоящий фрагмент древней технологии, что-то вроде электрического разъема. Если это не обман, то эта маленькая находка может служить доказательством того, что люди или другие цивилизации прошлого были гораздо более развитыми, чем мы думали. Они, должно быть, сумели изобрести способ передачи электричества задолго до появления людей в XIX веке. Уильямс предложил ученым взглянуть на его находку и установить, что это на самом деле не вскрывая камень, но желающих не нашлось. Уильямс проконсультировался с инженером и геологом, и оба подтвердили, что на электронном компоненте не было следов клея. Он также не был припаян, поэтому должен быть таким же старым, как и скала, возраст которой, согласно геологическому анализу, составляет около 100 тысяч лет. Доктор Джон Келлок придерживался философии биологического образа жизни. Регулярные физические упражнения, массаж, много воды, отказ от вредных привычек, кофеина и мяса. В конце XIX века он возглавил Институт здоровья в Мичигане. Однажды он смешал муку, овсянку и кукурузную муку. Он считал, что если запекать цельные зерна при высокой температуре, то они будут легче для желудка и в целом полезнее. Он испек эту смесь дважды, и сначала получилось печенье. Но один пациент сломал об эту версию зуб. Тогда доктор решил разбить печенье на мелкие кусочки. Сложно точно определить, как именно появились кукурузные хлопья Келлога, ведь существует множество версий этой истории. Жена Келлога, Элла и его брат Уилл утверждают, что они сыграли свою роль в создании хлопьев, наряду с несколькими другими членами семьи и персоналом клиники. По истории компании все произошло однажды ночью в 1898 году, когда теста для пшеничных хлопьев слишком долго пролежала в холодильнике и забродила. При раскатывании теста превратилось в идеальные крупные тонкие хлопья, которые в духовке стали хрустящими и аппетитными. В течение следующих нескольких лет Уилл Келлог продолжал совершенствовать рецепт и понял, что кукурузные, а не пшеничные хлопья, получаются еще более хрустящими и вкусными. Его бренд кукурузных хлопьев Келлогс превратился в многомиллиардную компанию. Швейцарский инженер Жорж Демистраль однажды отправился на прогулку со своей собакой и вернулся с идеей, которая впоследствии отправилась в космос. Когда они вернулись из леса, Демистраль заметил, что его штаны и шерсть собаки покрыты крошечными колючками растения дурнишник. Он изучал колючки под микроскопом и заметил, что по форме они напоминают крошечные крючки, которые цепляются за петли, на одежде и мехе. Он решил повторить эту природную технологию, чтобы создать сверхпрочную застежку, имеющую множество практических применений. В течение нескольких лет он тестировал различные материалы для своего изобретения и в конце концов остановился на нейлоне. Ему также потребовалось разработать специальный ткацкий станок, который мог бы переплетать волокна нужного размера, формы и плотности. Демистралю потребовалось в общей сложности 14 лет, прежде чем он представил миру липучку. Демистраль надеялся, что его изобретение заменит молнию на одежде, но мир моды счел липучки дешевыми и непривлекательными. Но в НАСА так не считали, и в 60-х годах использовали липучки для космических костюмов и шлемов астронавтов. Теперь они используются повсюду, от обуви до игрушек и подушек для сидений в самолетах. До середины 20 века большинство домов отапливалось углем, от него по всему дому оставалась сажа, которая была особенно заметна на обоях. Крупнейшей компанией, продававшей средства для чистки обоев, была Кутол Продактс. Но в 50-е годы все больше людей перешли на газ, нефть и электричество, и проблема сажи была в основном решена. Владелец компании Кутол Продактс пытался спасти свой бизнес. Однажды его невестка прочитала, что средства для чистки обоев можно использовать для изготовления праздничных украшений. Она работала воспитательницей в детском саду, и лепка из пластилина была довольно сложной для ее учеников. Поэтому она решила испытать этот материал для лепки различных фигур. И это отлично сработало. Она рассказала своим родственникам о своем открытии и предложила название для него – Play Doh. Компания Кутол была на грани банкротства, поэтому это была отличная альтернатива для нового бизнеса. Вскоре новой игрушкой заинтересовались магазины Мэйсиес и Маршал Филд и начали ее продавать. Изначально Play Doh был только одного цвета – белого, но вскоре ассортимент расширился красным, синим и желтым цветами. Создатели также внесли несколько изменений в оригинальный рецепт, но состав остается почти таким же, как когда его использовали для чистки обоев. Городская легенда гласит, что если вы возьмете всю когда-либо произведенную массу Play Doh и пропустите ее через игровой набор Fun Factory, вы получите змею, которая обернется вокруг планеты 300 раз. Один мужчина в Турции ремонтировал свой дом и кувалдой разрушил стену в подвале. За этой стеной он обнаружил туннель, который вел в древний подземный город. Да-да, туннель вел к другим туннелям, а затем к залам и камерам. Оказалось, что это целый подземный комплекс с 18 этажами и без единого жителя, заброшенный давным-давно. Это был город Деринкую, построенный тысячи лет назад и вмещавший до 20 тысяч человек. Тот, кто его строил, обладал большим мастерством, ведь прокладывать туннели в мягкой породе довольно просто. Но пещеры представляют большую угрозу. Ни один из этажей Деринкую никогда не обрушивался. В городе была сложная система вентиляции с более чем 15 тысячами шахт. Верхние уровни имели лучшую вентиляцию и использовались для жилых и спальных помещений. Нижние уровни использовались в основном для хранения, но там также была тюрьма. Между ними находились помещения для домашних животных, школа, монастырь и небольшие церкви. Джон Мартин, профессор лесного хозяйства, однажды ночью исследовал лес в Висконсине. Он светил ультрафиолетовым фонариком в крону деревьев, чтобы найти лишайники, грибы, растения и лягушек, которые светятся под ультрафиолетовым светом. И вдруг он услышал, как белка-летяга черекает у птичьей кормушки, направил на нее фонарик и увидел, что она светится розовым светом. Профессор рассказал об этом своему коллеге, и они решили провести дальнейшее расследование. Они проверили несколько шкурок белоклетяк в музеях, чтобы узнать, часто ли среди них встречается это розовое свечение. Оказалось, что почти все образцы белоклетяк имели такую же розовую флуоресценцию. Нелетающие белки не светились вообще. Другие животные с флуоресцентным мехом, такие как тупики и хамелеоны, светятся голубым светом под ультрафиолетовыми лучами. Единственными другими млекопитающими с флуоресцентным мехом являются около 20 видов опоссумов. Они живут в разных экосистемах и имеют разный рацион. Единственное, что их объединяет с белками-летягами, это то, что все они активны ночью. А обычные белки предпочитают солнечный свет? В условиях низкой освещенности ультрафиолетового света достаточно, а ночные животные нуждаются в ультрафиолетовом зрении. Таким образом, розовое свечение может быть связано с ночным восприятием и навигацией, особенно в холодных и снежных условиях. Или же это может быть способ самцов-белок-летяг привлечь потенциальных партнерш. Это также может быть мимикрией. В одной из шахт Северной Каролины недавно был найден кусок китового ребра. Ничего особенного, подумает кто-то. Почему бы киту не быть шахтером? Верно. Но этот фрагмент дает ученым уникальную возможность взглянуть на взаимодействие доисторических акул и китов, происходившее примерно 3-4 миллиона лет назад. Дело в том, что ребро украшают три следа от зубов. Они означают, что кит когда-то был сильно укушен животным с супермощной челюстью. Судя по расстоянию между следами зубов, а оно достигает почти 6,5 сантиметров, этим животным мог быть мегалодон. Или же это может быть другой вид акул, обитавший в то время. Искривление челюсти акулы показывает, что животное было относительно небольшим, от 4 до 6 метров в длину. Что касается кита, то он, по-видимому, является предком синего или горбатого кита. Исследователи поражены. Обычно не ожидаешь найти свидетельства взаимодействия и поведения животных, сохранившиеся в окаменелостях. Изучив образец, они пришли к выводу, что акула должно быть ушла с полным ртом, а кит выжил, потому что большая часть ископаемого фрагмента покрыта так называемой плетеной костью. Она быстро формируется в ответ на локальную инфекцию. Такая кость не отличается особой прочностью, и впоследствии организм перестраивает ее в компактную костную ткань. Но на это требуется довольно много времени. Наличие этой кости означает, что процесс заживления был неполным, и кит скончался через 2-6 недель после злополучной встречи. С другой стороны, его гибель могла быть не связана с инфекцией и травмой. Лишь немногие окаменелости свидетельствуют о подобном взаимодействии между древними животными. Часто на окаменелостях можно найти следы укусов, указывающие на то, что животное скончалось, и его тушу обголодали падальщики. Но эта окаменелость – один из немногих примеров, который не только демонстрирует рану, нанесенную другим животным, но и свидетельствует о том, что добыча выжила. Все ископаемые находки интересны для палеонтологов. Да, им нужно чаще выходить на улицу, но некоторые могут показаться устрашающими для обычных людей. Например, посмотрите на это изображение рук щупалец и головы восьмиугольной формы. Когда она впервые появилась в СМИ, интернет-пользователи утверждали, что это какой-то древний организм, прилетевший из космоса. Другие считали, что это фейк. Но на самом деле и фотография, и окаменелость – настоящие. Эта окаменелость известна как «смертельная пластина». Окаменело изображение массового вымирания одного или нескольких видов. На самом деле окаменелость содержит более дюжины образцов морского организма, называемого криноидом. Несмотря на свой внешний вид, криноиды – это не растения, а морские животные. Этот конкретный вид обитал глубоко под водой на морском дне. Криноиды были родственниками морских звезд и морских ежей. Эти существа могли прикрепляться к морскому дну с помощью стеблей, состоящих из гибких пористых дисков, соединенных мягкими тканями. Стебли были полыми, и именно там располагалась нервная система животного. Криноиды поглощали кислород через тонкостенные трубчатые ноги. Обычно эти существа достигали в длину более 20 сантиметров и имели пять рук, покрытых перьевыми структурами, похожими на щупальца. Они питались планктоном и органическим материалом. Несмотря на то, что находки окаменелостей кажутся очень интересными, мало кто из ископаемых существ так сильно смутил ученых, как монстр Талли. У этого диковинного морского существа было зубастое, похожее на хобот рыло, и глаза, расположенные на жестком стержне. Но что самое странное, его невозможно было классифицировать. Исследователи рассматривали различные организмы, например, кольчатых червей, плавающих слизней и примитивных существ, похожих на угрей, с тех пор, как монстр был обнаружен в 1966 году. Недавно они даже попытались связать его с некоторыми видами бесчелюстных рыб с позвоночными структурами. Группа ученых из Японии использовала лазерные сканеры высокого разрешения, чтобы изучить анатомию окаменелостей монстра Талли в трехмерном изображении. Они пришли к выводу, что загадочное ископаемое может быть беспозвоночным, и все же истинная личность существа остается неустановленной. В 50-х годах прошлого века любитель ископаемых Фрэнсис Талли нашел призрачный отпечаток торпедообразного организма с огромным хвостовым плавником в ископаемых отложениях Мазон Крик в Иллинойсе. Талли никогда не видел ничего похожего на торпедообразное существо. Он отнес свою находку в Чикагский музей естественной истории имени Филда. Работающие там палеонтологи тоже были озадачены. С тех пор ученые так и не смогли определить, какое место занимает это существо на филогенетическом семейном древе. В 1741 году исследователь и капитан по имени Витус Йонасен Беринг возглавил экспедицию, чтобы составить карту побережья Аляски. Корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекрушение на месте, которое позже стало известно как «Остров Беринга». Половина экипажа выжила благодаря находке чрезвычайно крупной морской коровы. Питаясь мясом этих животных, моряки смогли построить из обломков небольшой корабль и вернуться домой. На обратном пути ученый, который находился среди них все время, документировал найденных животных и растения. Особенно интересной была морская корова, без которой экипаж не выжил бы. Эти животные достигали в длину более 8 метров и весили около 10 тонн. Все морские коровы относятся к отряду «сирения» – морским млекопитающим, более близким к слонам, чем к коровам. По описанию ученого, у них черная кожа, маленькая голова и короткие передние конечности. Эти морские коровы плавали на поверхности воды, пережевывая водоросли. После того, как информация об этих животных получила широкое распространение, экспедиции по торговле мехом морской выдры стали использовать этот удобный склад на пути следования. Морские коровы были послушными, и на них можно было легко охотиться. Короче говоря, через 27 лет, после того, как ученый упомянул этих животных, они вымерли. Но это не самое печальное. Ископаемые раскрывают гораздо более глубокую и мрачную историю. Окаменелости морских коров были обнаружены по всему миру, от Японии до Мексики. Это означает, что когда-то это животное процветало в обширных зарослях ламинарии вокруг всего Северного Тихоокеанского кольца. Возможно, обнаруженная экспедиция и небольшая популяция – это последние остатки некогда гораздо более многочисленной и здоровой популяции. Скорее всего, охота аббинов уже сократила численность этих животных до уровня, близкого к исчезновению. И последний удар нанесли западные охотники. На ныне живущих близких родственников тех древних морских коров охотятся редко. Тем не менее, они сами находятся под угрозой вымирания. Некоторым это удивительно ископаемое может показаться немного тревожным. Чечевица рабов. Это окаменелость, принадлежащая животным под названием Нумулиты. Они жили и процветали в теплом мелководном море, покрывавшем часть территории Египта около 40 миллионов лет назад. Название Нумулиты намекает на то, что крупные экземпляры напоминают монеты, а в египетском фольклоре их даже называют деньгами ангелов. Эти существа имеют простую одноклеточную структуру, что контрастирует с их сверхсложным скелетом. Посмотрите на этот ряд спиральных перекрывающихся витков. Каждый виток разделен на бесчисленное множество крошечных камер. Нумулиты могут вырастать до 10 сантиметров в диаметре, и все же это окаменелости одноклеточных животных, родственных амебам. Как и почему они стали такими большими? Причина может заключаться в их симбиотических отношениях с другими более мелкими организмами. В случае современных видов такими симбионтами являются крошечные, золотисто-коричневые, одноклеточные водоросли, называемые диатомовыми. Раковины нумулитов относительно прозрачны, а поскольку они плоские, то имеют большую площадь поверхности для света, необходимого диатомовым для фотосинтеза. По каким-то причинам ученые до сих пор о них спорят. Наличие растительных симбионтов у животных, обитающих в море, способствует росту известкового скелета у хозяев. Таким образом, гигантские размеры нумулитов в Египте могут быть обусловлены их тесной связью с симбиотическими диатомовыми водорослями. Интересный факт. Виды нумулитов развивались очень быстро, и их окаменелости переходили из одного слоя отложений в другой. Так, известняк, из которого построены пирамиды Гизы, настолько насыщен этими окаменелостями, что его называют нумулитовым известняком. Этот известняк также содержит два вида нумулитов. Более мелкие чечевицы рабов и более крупные деньги ангелов. Но это не разные виды, а скорее разные стадии жизненного цикла одного вида. Если вы до сих пор не заработали свое состояние, не огорчайтесь. Огромные деньги так и ждут, чтобы их скорее обнаружили. Посмотрите на этого скромного китайского деревенского жителя. В 51 год он случайно заработал 4 миллиона юаней, то есть более 600 тысяч долларов. Не сделав при этом ничего особенного. Дело в том, что он и его сын просто нашли камень в свинье, когда занимались своими основными ежедневными делами. Камень, который они нашли в свинье, называется Безуар. И я готов поспорить, что вы никогда раньше о нем не слышали. Он не так распространен на Западе, но в традиционной китайской медицине имеет большое значение. Если вы посмотрите на этот камень, он может показаться вам отвратительным. Сокровище длиной 10 сантиметров и шириной 7 сантиметров волосатый, на первый взгляд, выглядит ужасно. Обнаружив камень, отец и сын отвезли его в Шанхай для оценки. И это обошлось им примерно в 6 тысяч долларов. Но все же первоначальные расходы не кажутся такими уж большими, если учесть, что они составляют всего процент от стоимости камня. Не все, что находится в животе животного, сделает вас богатым. Только желчный пузырь представляет реальную ценность. Я знаю, что женщины могут покупать себе цветы и писать свои имена на песке, но давайте посмотрим правде в глаза. Женщины просто обожают, когда мы преподносим им шикарные букеты. Тем не менее, сегодня это сделать гораздо проще, чем в 17 веке. В те времена среднестатистическому Джо пришлось бы работать всю жизнь, чтобы позволить себе всего один цветок. В 30-е годы 17 века, во время тюльпановой лихорадки, луковицы тюльпанов стоили дороже золота. Ладно, цена была нереальной. Это был спекулятивный пузырь задолго до всех других экономических драматических событий, с которыми мы имеем дело сегодня. Мы просто еще не выучили урок. В то время одна луковица тюльпана продавалась дороже, чем мастер-ремесленник зарабатывал за целый год. И это была не просто луковица тюльпана. Речь идет о луковицах с причудливыми цветами и узорами, которые были редкими и востребованными. Рынок тюльпанов был похож на фондовый рынок того времени. Торговцы заключали сделки в тавернах и подписывали контракты друг с другом. Все дело в спросе и предложении. И как в случае с любым пузырем, в феврале 1637 года цены обрушились, оставив всех с пустыми карманами. В недоумении и с ощущением недомогания. Кстати о недомогании. В Европе в 15 веке люди обращались к египетским мумиям, чтобы избавиться от головной боли, проблем с желудком и даже более серьезных заболеваний, с которыми современная медицина не может справиться до сих пор. Считалось, что забальзамированные тела обладают магической целительной силой. Но почему люди вообще начали есть мумии? Все началось с путаницы в переводах. Существовало вещество под названием мумиё, которое считалось очень ценным благодаря своим целебным свойствам. Но когда западноевропейцы узнали о нем из писем других стран, они ошибочно решили, что речь о египетских мумиях. Это привело к моде на поедание мумий. Люди верили, что употребление частей мумий может излечить всевозможные недуги. Поэтому они начали грабить египетские гробницы и продавать мумии, как горячие пирожки. Спрос был настолько велик, что некоторые сомнительные личности даже начали делать поддельные мумии из... Поверьте вам, лучше этого не знать. Я оставлю это на ваше воображение, но вы можете написать свои идеи в комментариях. Перенесемся в викторианскую эпоху, где энтузиазм по отношению к мумиям достиг апогея. Египтомания была в самом разгаре, а вечеринки с разворачиванием мумий стали популярным времяпрепровождением. Только в конце 19 века использование мумий окончательно сошло на нет. Однажды на пляж испанского острова Ла Пальма выбросило мертвого кашалота, и один профессор отправился раскрыть причину гибели животного. Внутри массивной туши он наткнулся на удивительное открытие. В ее кишечнике застрял огромный камень весом 9,5 килограммов. Но это был необычный камень. Оцененный в 500 тысяч евро, что составляет более 545 тысяч долларов, он оказался амброй, также известной как плавающее золото. Легенда гласит, что вещество можно найти плавающим в море или изредка прибивающимся к пляжам. Оно было обнаружено в 18 веке. На самом деле оно образуется из неперевариваемых частей, которые кашалоты проглатывают, поедая кальмаров. Например, из их клювов. Со временем, возможно, за годы эти частицы слипаются в их кишечниках, почти как почечный камень, создавая эту ценную глыбу амбры. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, почему экскременты кашалота стоят куда дороже вашего дома. Но ответ прост. Они просто потрясающе пахнут. Ладно, не просто хорошо, они пахнут божественно. Аромат варьируется от сладких до мускусных тонов. И парфюмеры без ума от этого вещества, поскольку оно помогает арматам держаться дольше. Чем больше в нем вещества под названием амбриин, тем дороже он стоит. Цвет тоже имеет значение. Черный означает меньше амбриина, а белый больше. В более дешевых вариантах используются синтетические альтернативы, а в первоклассных парфюмах – настоящие. Хотя использовать амбру в парфюмерии в США запрещено, французы до сих пор обожают этот волшебный ингредиент. Кстати, более 500 тысяч долларов – не предел. Однажды удачливые рыбаки выловили в Аденском заливе кусок амбры стоимостью в полтора миллиона долларов. У кашалотов просто шикарный кишечник, правда? В следующий раз, когда пойдете за продуктами, не жалуйтесь на цены, хорошо? По крайней мере, вы легко можете позволить себе любую специю. Ваш пра… много раз пра… прадед где-нибудь в Средневековье не поверил бы, что корица и черный перец могут быть настолько доступными. Специи были на вес золота и драгоценных камней, двигая экономику как ничто другое. В старину еда портилась быстрее, чем молоко на солнце, поэтому специи были востребованным товаром, чтобы скрыть не совсем свежий вкус. Европейские страны хотели контролировать торговлю специями, что привело к экспедициям в Индию и другие азиатские страны. Португальцы, голландцы, французы, испанцы и англичане все боролись за господство в торговле специями, открывая торговые посты и зарабатывая на этом состоянии. Итак, перейдем к точным ценам. В 1393 году шафран был так же дорог, как лошадь. Имбий стоил столько же, сколько овца, а мускатный орех – как корова. А фунт мускатного ореха в Средневековой Германии стоил 7 толстых быков. Черный перец, который мы сегодня принимаем как данность, использовался не только для приправы. Перец в зернах действительно принимался в качестве валюты в Европе. Города вели свои книги в перцы, невесты получали перец в качестве приданного, а некоторые домовладельцы даже принимали перцовую ренту. Могу ли я оплатить свои коммунальные счета в этом месяце шикарным пакетом корицы, сэр? Нет? Что? Думаете, мне стоит пойти и найти настоящую работу? Хорошо. Отличная футболка! Может быть, она есть в фиолетовом цвете? Что? Она будет стоить в 10 раз дороже? Для современных людей, избалованных сегодняшним разнообразием, это может показаться безумием. Но если бы торговые центры, которые мы знаем сегодня, существовали много веков назад, это было бы обычным делом. Изготовление тирского пурпурного красителя было настолько трудоемким делом, что стоило огромных денег. Ходят слухи, что пурпурная краска стоила как серебро. Это привело к тому, что пурпурные ткани стали символом статуса, а причудливые законы определяли, кто может их носить. Известные римские лидеры демонстрировали свою значимость, надевая белые тоги, отделанные тирским пурпуром. А победоносные генералы носили самую величественную из всех ток – сплошной пурпур с блестящими золотыми украшениями. В IV веке в Риме тирский пурпур было запрещено носить всем, кроме императоров. Настолько эксклюзивным он был. Фактически выражение «надеть пурпур» означало, что человек стал императором. Византийская империя жестко контролировала производство тирского пурпура, используя его исключительно для изготовления своих шикарных шелковых тканей. Забавный факт – королевский ребенок появлялся на свет буквально рожденным в пурпуре. Хотя тирский пурпур носили представители знати, происхождение этого модного красителя далеко не благородное. Он был получен из слизи трех разных морских улиток. Каждая улитка давала уникальный оттенок. Одна из них – голубовато-фиолетовый, другая – красновато-фиолетовый. И была даже улитка, которая помогала добавить ярко-красный цвет. Люди вышли на улицу и замерли от удивления. Землю покрывала какая-то липкая субстанция. Белесые студенистые пятна превратили окружающий мир в сцену из жуткого научно-фантастического фильма. Эта загадка вызвала множество дискуссий. Эксперты выдвигали различные теории. Но оказалось, что ситуация еще хуже, чем предполагалось ранее. Сообщалось, что от этих пятен заболевали люди, которые с ними контактировали. Но давайте начнем с самого начала. Летом 1994 года в лесном городке Оквилл на земле были обнаружены студенистые сгустки. Люди решили, что они упали с неба. Ведь откуда еще они могли взяться? Эта находка вызвала панику и замешательство среди жителей. Но на самом деле это было лишь первое появление липкой субстанции. С неба несколько раз падали капли слизи меньше рисового зернышка. Объем их был очень велик, и скапливаясь на земле и крышах сараев, они становились заметными. Примерно через 10 дней после первого случая в одной из газет была опубликована статья об этих сгустках. Больше никаких подтвержденных официальных сообщений об этой загадочной субстанции не поступало. До тех пор, пока в августе сотруднику национальной метеорологической службы в этом районе не позвонил неизвестный мужчина. Тот утверждал, что какие-то горячие металлические частицы, падающие с неба, прожгли дыры в батуте его детей. По-видимому, пришло время изучить оквильские сгустки. Сообщалось, что в одной из больниц их рассмотрели под микроскопом и сделали ужасающее открытие. Исследователи заявили, что вещество содержало человеческие белые клетки. Это натолкнуло некоторых людей на мысль о том, что, возможно, это концентрированные жидкие отходы из туалета в самолете. Эта теория была опровергнута после того, как представитель Федерального управления гражданской авиации объяснил, что туалетные жидкости обычно окрашиваются в синий цвет, из-за чего их прозвали «голубым льдом». Другая теория, пытающаяся объяснить оквильские сгустки, предполагала, что они как-то связаны с медузами. Некоторые эксперты согласились, что эта идея была правдоподобной. Нечто размером с часть медузы могло быть поднято в атмосферу и перемещено в другое место во время шторма. В конце концов, дождь из животных — это не новость, но об этом мы поговорим позже. В то же время было зарегистрировано шесть случаев падения на землю капель из оквила. Трудно было представить, что частицы медузы так долго парят в небе. 20 августа 1994 года газета The New York Times сообщила, что загадочная липкая субстанция когда-то была живой. Эта статья появилась после анализа, проведенного Департаментом экологии штата Вашингтон. Ученые, исследовавшие капли, заявили, что обнаружили в веществе множество клеток разного размера. Интересно, что эти результаты положили конец теории о человеческих белых клетках, поскольку оказалось, что у клеток нет ядер. Но это то, что вы определенно увидели бы в человеческих лейкоцитах. И в медузах, кстати, тоже. Эти существа являются многоклеточными организмами, клетки которых содержат ядра. Но у какой формы жизни не было бы ядер? Например, у бактерий и некоторых других сходных с ними микроорганизмов? Эксперт, занимающийся этой загадкой, сказал, что у шариков не было четко видимой структуры, и она не появилась даже при использовании микроскопа. В итоге исследователи пришли к выводу, что вещество содержало два типа бактерий. Оба встречаются в пищеварительных трактах людей и других млекопитающих. А еще в отходах. Эти бактерии могут перемещаться по воде и воздуху. Слизь может быть своего рода переносчиком. К сожалению, ученые признали, что у них не было никаких твердых доказательств в пользу этой идеи. К тому же, как сообщается, образцы пропали, прежде чем исследователи смогли закончить свою работу. Но правда ли, что от этих странных пятен людям становилось плохо? На первый взгляд, да. Несколько жителей Оквила сообщили о недомогании и появлении симптомов, похожих на грипп после контакта с каплями. Но было ли это прямым следствием? Никто не знает. Эксперты допускают, что случаи заболевания могли быть совпадением, что делает инцидент еще более интригующим, пока загадка остается неразгаданной. Теперь перейдем к другим вещам, падающим с неба. Плохие новости. Некоторые из них могут быть совершенно отвратительными. Например, черви, падающие с неба на машины людей в Китае. Некоторые люди решили, что это дождь из животных. А другие заявили, что видео поддельное, поскольку черви были только на автомобилях, но не на земле. Другие были уверены, что червивые дожди – это совершенно нормальное явление для Марта. К счастью, не там, где я живу. Но что самое шокирующее? Причудливые дожди из червей случались и на Британских островах. Например, в Шотландии дети играли в футбол, когда на них посыпались черви. Причиной может быть существенное изменение погоды или кто знает что еще. Но случаи дождей из животных на самом деле начались давно. В 1877 году необычная торнадо обрушилась на ферму в Южной Калифорнии, принеся с собой нескольких крошечных аллигаторов длиной около 30 сантиметров. В 1894 году торнадо пронесся по Англии, сбрасывая на головы людей ядовитых медуз. Хотя некоторые очевидцы утверждали, что это были не медузы, а головастики. Инцидент все равно был крайне странным. В 1876 году в штате Кентукки был зафиксирован дождь черного юмора. Тогда с неба падали куски мяса. Если вы брезгливы, лучше пропустите эту часть. Ладно, я вас предупредил. Местные жители утверждали, что мясо по вкусу напоминало баранину. Но позже исследователи выяснили, что конюки, пролетавшие над районом, видимо, почувствовали себя плохо и срыгнули свою еду прямо в воздухе. Фу, я же говорил! Все это примеры дождя из животных. Редкого метеорологического явления, когда беспозвоночные животные падают с неба. О таких случаях сообщалось на протяжении всей истории человечества, начиная с 1794 года, когда французские солдаты увидели жаб, упавших на землю во время сильного дождя недалеко от французского города Лиль. Как происходят такие дожди? Для разных видов животных это может быть по-разному. Например, в сельской местности много жаб и лягушек. Сильные ветры могут подхватывать их и переносить на большие расстояния. Или возьмем рыбу. В 1861 году в Сингапуре был зафиксирован дождь из рыбы. Один натуралист предположил, что в то время могла происходить миграция ходячих сомов. Так ветер мог бы перенести их через сушу из одной лужи в другую, как будто они исследовали за дождем. В любом случае, самое распространенное объяснение таких случаев заключается в том, что никакого падения на самом деле не происходит. Животных просто уносят ветер или что-то вроде того. Это также может объяснить, почему обычно сообщается, что с неба падает всего один вид животных. Другое вероятное объяснение связано с водяными смерчами. Это торнадо, формирующиеся над водой. Потенциально смерч может переносить животных на относительно большую высоту и перемещать их в отдаленные места. В пользу этой идеи говорит тот факт, что дождям животных часто предшествуют штормы. В то же время эта теория не объясняет, почему в каждом случае речь идет только об одном виде, а не о группе одинаковых по размеру животных из одной среды обитания. Вот еще несколько примеров дождей для животных. В 1947 году в Луизиане на землю начали падать рыбы, а в 2005 году в Сербии шел дождь из лягушек. В 2010 году в небольшом городке в Австралии наблюдался дождь из-за куней. Эти явления, скорее всего, были вызваны торнадо, которые поднимали животных с земли и из воды и сбрасывали их в совершенно других местах. Иногда даже игуаны могут свалиться вам на голову. Когда становится очень холодно, они впадают в спячку, чтобы выжить. Но даже если они выглядят замерзшими, они все еще живы. Когда становится теплее, они снова начинают двигаться. Но, к сожалению, находясь в охлажденном состоянии, они могут упасть из деревьев, что опасно как для самих животных, так и для прохожих. На Марсе есть множество странных вещей. Ложки, лапша, двери, даже лица. Действительно ли все это просто камни? Кроме того, это не единственная планета в нашей Солнечной системе, полная загадочных вещей. Давайте проверим. Недавно на Марсе была обнаружена странная вещь, похожая на гладкую ложку. Она привлекла всеобщее внимание после того, как ее заметил марсоход NASA Curiosity. Камень с ручкой и закругленным кончиком выглядит так, будто парит. Люди в интернете недоумевают, что это может быть. Некоторые шутят, что это марсианская кегля для боулинга. Или даже рожок для обуви, оставленный внеземными существами. Но Эндрю Гуд из NASA утверждает, что все не настолько интересно. Оказывается, это просто камень, формировавшийся благодаря ветрам в течение долгого времени. Такие камни необычной формы часто встречаются на Марсе. Их называют винтефактами. Винтефакт — это камень, который может поцарапаться, получить вмятины или стать более гладким под действием маленьких частиц, переносимых ветром. Обычно такие камни можно найти в сухих местах, где мало травы и деревьев, которые препятствуют ветру, и где много песка. Иногда ветер превращает винтефакты в очень интересные формы, например, скалы-грибы, которые можно увидеть в национальном парке «Белая пустыня» в Египте. Эти камни похожи на гигантские грибы, потому что ветер стирает нижнюю часть быстрее, чем верхнюю, делая их высокими и стройными. Винтефакты — не единственные интересные марсианские камни. Посмотрите на серию сюрреалистических шипов, выдающихся с поверхности. Марсоход NASA Curiosity наткнулся на них во время исследования кратера Гейла на Марсе. Они быстро привлекли всеобщее внимание. Скрученные структуры, напоминающие шипы, выглядели как внеземные двери. Даже Институт Сети, организация, занимающаяся поиском внеземной жизни, поделился в Твиттере этим изображением, назвав его «крутым камнем». Но на самом деле это всего лишь худу. Высокие и тонкие колонны возникают, когда твердая порода располагается поверх более мягких слоев. Марсианские пики, скорее всего, являются цементным заполнением древних трещин в осадочных породах. А более мягкий материал со временем выветрился. На Земле тоже есть немало худу. Их еще называют сказочными дымоходами или скалами-палатками. Их можно найти в Брайс-каньоне, штат Юта и на плато Колорадо. NASA очень заинтересована в этих странных структурах, потому что они могут помочь нам узнать больше об истории кратера Гейла. Там также был камень, похожий на пончик из желе. Мы назвали его Остроконечный остров. Его заметили камеры NASA. Однако всего четырьмя днями ранее его нигде не было видно. Как же он волшебным образом появился из ниоткуда? Способом, не имеющим ничего общего с климатом, его подбросило одно из колес Opportunity, перемещавшегося по марсианской местности. Но вокруг этого пончика из желе до сих пор сохраняется некая тайна. Анализ показал, что Остроконечный остров содержит необычно высокий уровень серы и марганца. Оба эти вещества растворимы в воде. Другими словами, возможно, в камне эти элементы появились под воздействием воды. Так вот, этот незначительный объект неожиданно вызвал большой скандал и стал причиной целого судебного иска против НАСА. В нем утверждалось, что агентство не провело должного расследования возможного роста грибка на Марсе. Но не все наши находки имеют естественное происхождение. Еще одной загадочной находкой стало то, что заметил марсоход Perseverance. Это нечто похожее на спутанные спагетти или нитки. Как и пончик, этот загадочный объект появился на снимке камеры ровера, а затем исчез с песчаной поверхности всего за несколько дней. Оказалось, что это могут быть обломки посадочной системы марсохода. Персеверанс приземлился в кратере Джезера в феврале 2021 года. У него была жесткая посадка, и он случайно разбросал обломки вокруг. Некоторые из этих обломков уже некоторое время появляются на изображениях ровера. Предмет, похожий на нитку, скорее всего является куском измельченного докрона, ткани, которая используется в термоодеялах. Они помогают регулировать температуру оборудования во время жаркого процесса посадки на Марс. Вероятно, материал подвергся значительному разрушению и измельчению под воздействием сильных сил во время посадки. Похоже, тогда термоодеяло потеряли много своих частей. Например, этот блестящий кусочек фольги, замеченный в июне. Марсоход нашел его на камне. Примечательно, что некоторые обломки проделали большой путь. Марсоход приземлился примерно в двух километрах от того места, где он сейчас находится. Вероятно, это произошло потому, что в результате аварии обломки были выброшены в воздух, а марсианские ветры отнесли их на такое расстояние. Марс известен своими сильными ветрами, которые могут перемещать легкие предметы. Однако, хотя рассматривать их на фотографиях весьма интересно, есть опасения, что на Марсе будет много обломков и мусора. Мы еще даже не решили эту проблему на Земле, а уже создаем ее на Марсе. Мусор, который мы оставили на Красной планете, уже скапливается в районе под названием Hogwallow Flats. Кроме того, обломки могут случайно загрязнить пробирки, используемые для сбора марсианских пород. Пока что НАСА не слишком беспокоится по этому поводу, но агентство внимательно следит за этим, чтобы предотвратить любые проблемы. А как насчет животных? Марсоход Curiosity вызвал немалый переполох, когда запечатлел на Марсе нечто похожее на крысу. Некоторые начали предполагать, что это может быть доказательством жизни на Марсе, или что грызуна привез Curiosity. Но марсианская крыса вновь оказалась просто странным камнем. Он выглядел так необычно из-за естественных процессов, вроде ветровой эрозии и механического истирания. Мы также нашли нечто похожее на червей. Curiosity сфотографировал образование, которое выглядит как черви, ползающие по марсианскому ландшафту. Несмотря на крошечный размер, это образование выделяется своей уникальной формой и грубой текстурой. Вероятно, оно состоит из прочного материала, устойчивого к жесткой эрозии Марса. И, наконец, наша главная загадочная находка – лицо на Марсе. Кедония – это регион на Марсе, который привлекает как внимание ученых, так и общественности. Он расположен в северном полушарии Марса и находится между сильно изрезанными кратерами регионами на юге и относительно гладкими равнинами на севере. Существует теория, что северные равнины когда-то были дном океана. Возможно, Кедония когда-то была прибрежной зоной. Это место полно интересных и красивых особенностей, которые рассказывают нам многое о истории Красной планеты. Но самой интересной стало лицо Марса. Этот объект привлек всеобщее внимание, когда его сфотографировал орбитальный аппарат «Викинг-1» в 1976 году. Некоторые считали, что это свидетельство давно исчезнувшей марсианской цивилизации. Сначала НАСА сочло это обманом света и тени. Но после некоторого анализа оказалось, что это… Да, еще один камень. Мы также увидели лицо медведя. Оно было запечатлено экспериментальной научной камерой высокого разрешения. На снимке виден круговой разлом, похожий на голову медведя, с двумя кратерами, образующими глаза, и V-образной структурой развала, похожей на нос. Голова, вероятно, образовалась из-за того, что что-то тяжелое осело поверх старого углубления в земле. Это отверстие было заполнено либо лавой, либо грязью. Предполагается, что отвесная часть, напоминающая нос, является вулканическим или грязевым жерлом. Но почему мы продолжаем видеть на Марсе эти странные изображения? Иногда наш мозг может обмануть нас, заставляя увидеть лица или предметы в камнях и других вещах. Но это всего лишь иллюзии, называемые парейдолией. Парейдолия – это психологический феномен, который заставляет нас видеть знакомые узоры или формы, особенно лица, там, где их на самом деле нет. Это происходит потому, что когда мозг сталкивается с чем-то, что он не может сразу узнать или понять, он пытается найти то, что больше всего похоже на этот объект. Так он воспринимает случайные узоры, текстуры или звуки как нечто осмысленное и узнаваемое. Вот почему ночью стул с одеждой кажется жуткой, человекоподобной фигурой. Это из-за парейдолии вы видите лица или фигуры в облаках, или слышите знакомые звуки и даже слова в случайном шуме. Это захватывающее доказательство силы нашего восприятия. Но нам также следует быть осторожными с ним и не давать волю своему воображению. Лето на Ближнем Востоке бывает настолько жарким, что кардинально меняет ландшафт и заставляет целые города воскресать из прошлого. Именно это произошло в 2018 году, когда город, построенный таинственной империей на реке Тигр, наконец-то был освобожден из водной ловушки. Археологи поспешили на место, не желая упустить редкий шанс провести раскопки и узнать больше об истории этого места. Они считают, что нашли город бронзового века Захику, основанный более 3000 лет назад и полностью затопленный в XIX веке, когда на его месте была построена плотина. Когда-то это был оживленный центр империи Митани для караванов на популярном торговом пути. Здесь была вода, что редкость для здешних мест, и это было залогом успеха. Мы очень мало знаем о некогда могущественной империи, поскольку ученые не нашли в раскопанных местах никаких письменных хроник. Поэтому археологи были в восторге, обнаружив дворец местного правителя. Несколько лет спустя, когда территория снова освободилась от воды, они нашли несколько укреплений для защиты города от врагов. Кульминацией их экспедиции стало обнаружение огромного общественного склада для торговых товаров и урожая, груды, пшеницы и ячменя, а также импортного металла и дерева. Основной пищей местных жителей был хлеб, а на обед они готовили большие горшки с овощными супами и тушеным мясом. В каждом доме держали овец, коз, коров и свиней, чтобы иметь постоянный источник молока и мяса для особых случаев. Все найденные до сих пор сооружения были построены из кирпичей, сформированных из глины. Стены, простоявшие под водой более 40 лет, так хорошо сохранились, как будто их затопили вчера. Королевский дворец выделяется тем, что он больше других построек, имеет более толстые стены и даже мостовую, сделанную из обожженных глиняных кирпичей, которые были запечатаны для водонепроницаемости. Местный царь, видимо, был в хороших отношениях с императором более крупной империи, от которой зависел Захико. Жившие в городе торговцы собирали деревянные балки и отвозили их на склады. Балки поступали вниз по реке Тигр из лесов в горах на севере и востоке Месопотамии. Купцы приезжали сюда, чтобы продать свои товары, а затем пересекали Тигр на пути к пограничным территориям. Захико процветал как центр торговли около шести веков, пока в 1350 году не произошло сильное землетрясение. Археологи нашли пять керамических сосудов, в которых хранилось более сотни глиняных табличек, сделанных незадолго до землетрясения. Это почти чудо, что маленькие таблички из необожженной глины смогли продержаться под водой несколько десятилетий. Люди, создавшие их, должно быть, вырезали записи на глине, пока она была еще влажной. Они писали о чем угодно, от только что собранного урожая до посланий для других королевств. Затем они давали сообщению высохнуть на солнце. Песцам даже приходилось учить другой язык, чтобы все за пределами города могли прочесть записи. Ученые считают, что найденные ими таблички были частью частного архива. Они надеются расшифровать записи, чтобы узнать больше об истории Захику и всей империи после страшного землетрясения. Ущерб, нанесенный зданием, был настолько огромен, что восстановить Захику в его прежнем величии было невозможно. А если кто-то из жителей и выжил, то наверняка покинул город. Несколько десятилетий спустя здесь поселились осирийцы, которые также жили в Месопотамии. Они построили свои дома на руинах заброшенного города, а в качестве внешних стен использовали все постройки, которые смогли найти у предыдущих жителей. Но пробыли они здесь всего 50 лет, а затем решили построить новую столицу на более плодородной почве, чтобы зарабатывать на сельском хозяйстве. Археологи, работавшие в Захику, были вынуждены прекратить раскопки, когда уровень воды снова поднялся и затопил город. Они запечатали руины в плотно прилегающие пластиковые листы и засыпали сверху камнями и гравием. Они надеются, что это поможет защитить бесценный объект от водной эрозии и предотвратить его полное исчезновение. Они понимают, насколько важна для региона вода с плотины, но если она снова отступит, то, по их словам, они обязательно продолжат раскопки. Около 1600 лет назад в современной пустыне Такламакан в Китае существовала шумная община. Она жила вдоль реки Ния, которая протекала через пустыню на многие километры и получала воду из стающего снега в горах. После трех лет работы в этом районе археологам и ученым удалось раскопать в пустыне восемь гробниц. Благодаря жаре пустыни, одежда и артефакты в них были почти как новые. Люди, которые их носили, должно быть, жили в древнем городе Ния. Когда-то Ния была частью процветающего королевства в самом центре Шелкового пути, и ее население составляло более трех тысяч человек. Затем пески пустыни взяли вверх и поглотили весь город. Археологи обнаружили руины Ния только в начале 20 века. Ученые из разных стран пытались разгадать тайны города. Похоже, гробницы, обнаруженные в конце 20 века, принадлежали богатым людям. В них находились дорогие предметы колчан и лук, металлические наконечники стрел, золотые серьги и ожерелья из стеклянных бусин, лаковая шкатулка с расческой, косметика, а в одной из гробниц швейный набор. Там же лежал шелк высшего качества, и даже его яркие цвета, такие как зеленый и желтый, не выцвели. На ткани также были китайские иероглифы с цитатами из исторических книг, что помогло ученым определить период, в который она была изготовлена. Позднее археологи также обнаружили большое жилое место и расчистили три разрушенных здания. Вероятно, потребуется еще много лет, чтобы понять, почему город пал и что случилось с его жителями. Саудовские и французские археологи объединили усилия недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, и наткнулись на древнее поселение, возраст которого насчитывает 8 тысяч лет. Ученые использовали современные технологии, такие как лазерное сканирование, дроны и аэрофотосъемку, чтобы обнаружить эту же мчужину эпохи неолита. Они нашли поселение в местной археологической зоне. Среди обнаруженных ими сокровищ, каменный храм, остатки алтаря и более двух тысяч могил. Все эти находки рассказывают нам о древних обычаях и ритуалах. Команда также обнаружила фундаменты четырех массивных зданий, угловые башни и открытые внутренние дворы, в которых находились подземные резервуары для хранения воды для сельскохозяйственных нужд. Также была обнаружена продуманная система орошения с каналами и цистернами, которая позволила городу процветать в одной из самых засушливых пустынь мира. Наскальные рисунки, высеченные на близлежащей горе, отображали повседневную жизнь местных жителей. Раскопки в этом районе ведутся уже более 40 лет, и ученые все еще продолжают находить новые артефакты, чтобы ответить на свои вопросы. Рыбаки наткнулись на дни Северного моря на древние кости, инструменты и артефакты, возраст которых составляет 9 тысяч лет. Британские и голландские археологи и палеонтологи поспешили осмотреть находки, надеясь, что они могут быть свидетельством существования затопленного Доггерленда. Их ждала удача. Нашлись даже идеальные отпечатки следов, оставленных жившими здесь людьми эпохи Мезолита. 12 тысяч лет назад, во время последнего крупного ледникового периода, британские острова вовсе не были островами. На территории, состоящей из множества холмов, болот и густых лесов, находилась земля, соединявшая их с европейским континентом. Это был Доггерленд, где жило и процветало доисторическое общество охотников-собирателей. Но затем уровень моря начал подниматься со скоростью 1-2 метра в столетие, поскольку ледники медленно, но верно, таяли. Местным жителям пришлось переселиться на территории, которые сегодня принадлежат Англии и Нидерландам. Специалисты решили узнать больше об истории Доггерленда, используя данные нефтяных компаний, работающих в Северном море. На данный момент они создали цифровые модели того, как могла выглядеть территория площадью в 47 тысяч квадратных километров до того, как она исчезла под волнами. Для получения полной картины им еще предстоит проанализировать образцы древних насекомых и растений, а также ДНК животных. Многие страшные животные живут глубоко под водой. Например, этот кальмар-вампир, обитающий на глубине 900 метров под поверхностью в почти полной темноте. У этого животного плач как у вампира, именно поэтому его называют кальмаром-вампиром. Глубоко на дне он не может использовать чернила для самозащиты, поэтому это животное разработало необычную тактику. Оно слегка светится, чтобы отпугнуть хищников. Если этот план не срабатывает, кальмар-вампир может вывернуть тело наизнанку, обнажив крошечные шипы. Если перевести его научное название Vampiritutis infernalis, то оно буквально означает кальмар-вампир из метр. Несмотря на устрашающий вид, это безобидное океаническое животное. Если прошлый герой нашего списка явно не гость из космоса, но этот определенно является таковым. До того, как Илон Маск нашел способ повторного использования ракет, НАСА просто выбрасывало старые ракеты после запуска астронавтов в космос, чаще всего в океан или пустыню. В 2012 году Джефф Безос запустил миссию по поиску ракеты Аполлон-11. Ее нашли с помощью сонаров, но она была в ужасном состоянии. Она лежала на дне океана недалеко от предполагаемого места падения. В итоге удалось спасти двигатель и восстановить два из них. Самый известный затерянный город Атлантида, но, к сожалению, мы до сих пор его не обнаружили. Однако Ираклион тоже был всего лишь мифом, пока один британский пилот, пролетая над Средиземным морем, не увидел нечто похожее на город. Он сообщил об этом, и 60 лет спустя туда отправилась группа дайверов. Они были потрясены, когда обнаружили под водой целый город. Он был полон артефактов, которые могли многое рассказать об истории этого места. Сейчас это один из лучших подводных археологических памятников в мире. Считается, что город ушел под воду из-за подъема уровня моря. Титаник затонул в 1912 году. По официальной версии, затонувший корабль был обнаружен спустя 74 года. На самом деле, Титаник был найден рыбаком 8 годами ранее в Атлантическом океане. Он вытаскивал сеть, когда заметил застрявшую в ней голову. К счастью, это была всего лишь кукольная голова. Спустя годы после смерти рыбака его сын продал куклу одному коллекционеру кукол. Эта женщина провела расследование и изучила всех пассажиров Титаника, у кого была фарфоровая игрушка. В итоге она нашла владельца куклы. Это была Ева Харт. Она чудом выжила в катастрофе, а вот ее игрушка нет. Ева даже написала о кукле в своем дневнике и каждая деталь описания совпала с игрушкой, найденной рыбаком. Рыба-тренога обитает в обессальной зоне, примерно на глубине 6000 метров. Она приспособлена к жизни на таких огромных глубинах и использует свои треноги и плавники, чтобы оставаться неподвижной на дне. У рыбы нет больших глаз, хотя в темноте они в любом случае были бы бесполезны. Вместо этого рыба-тренога использует свои плавники как антенны, чтобы обнаружить любое движение в воде. Этому существу не слишком везет в личной жизни, поэтому ему пришлось разработать уникальную тактику размножения. Одна и та же рыба может быть и самцом, и самкой. Следующее причудливое существо рыба-ящерица. У нее тонны острых как бритва зубов, огромный рот и очень большие глаза, которые она использует для охоты. Все это придает животному причудливый вид. Рыба-ящерица живет на глубине около 3000 метров в полуночной зоне, где нет света. Это существо поедает все, что может поместиться в его пасте, от мелкой рыбы до других рыб-ящериц. С другой стороны, когда они видят других рыб-рептилий, то, скорее всего, влюбляются в них, потому что найти себе рыбу на такой глубине задача не из легких. Как и рыба-трипот, рыба-ящерица может быть одновременно и самцом, и самкой. Обычно, когда мы представляем себе реку, мы видим ее на земле. Однако природа порой бывает очень непредсказуема. Так что она создала реку, которая течет под океаном в Калифорнии. Она находится на глубине около трех километров. В этой реке есть все, что и в обычной реке. Затонувшие бревна, деревья и камни. И, несмотря на свою уникальность, она не единственная в мире. Такие реки есть также в Амазонии и Гренландии. Ужасающее существо было обнаружено возле побережья Анголы с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Похоже, у него нет ни головы, ни тела. Оно находилось на глубине около полутора тысяч метров под поверхностью. Проведя исследование, ученые пришли к выводу, что это не что-то из фантастического фильма. Это просто скопление сифонофоров, прилипших друг к другу. В 2015 году один парень нырял в Кесарии, когда что-то блестящее привлекло его внимание. Он протянул руку, схватил предмет и понял, что это золотая монета. После осмотра дна он обнаружил, что их гораздо больше. Парень сообщил о случившемся местным властям и те пришли к выводу, что он нашел арабский клад. Монеты были сделаны из чистого золота и их возраст составлял несколько тысяч лет. Но благодаря идеальной солености и температуре они выглядели совсем новыми. Монеты принадлежали кораблю, перевозившему груз. Он попал в шторм и, к сожалению, затонул. Одно из самых странных открытий было сделано в Балтийском море. Аномалия выглядит так, как будто ее создала другая цивилизация. Ее обнаружили шведские исследователи и у них не было ни малейшего представления о том, что это такое. Им пришлось обратиться к другим ученым. Если смотреть на это образование сверху, то его длина составляет 60 метров, а выглядит оно в точности, как упавший космический корабль. Трудно поверить, что это природное образование, но предупреждаю, оно полностью создано природой, потому что Балтийское море за все время своего существования пережило множество разрушений горных пород. Скорее всего, причудливое образование является результатом этих процессов. Группу дайверов на Мадагаскаре потрясла находка на дне моря. Огромный нож длиной 2 метра. Открытие вызвало огромный ажиотаж. Многие утверждали, что нож принадлежит гигантам, которые сражались с мегалодонами и жили на земле тысячи лет назад. Из этого могла бы получиться неплохая история, но, скорее всего, нож реквизит из фильма «Потерянный в море». Одно из самых причудливых животных океана это плащеносная акула. Считается, что именно эта рыба является причиной всех историй о морских змеях, о которых писали исследователи морей прошлого. Эти животные обитают довольно глубоко в океане, но иногда их можно увидеть на мелководье. Впрочем, это большая редкость. У плащеносной акулы большая пасть с тремя сотнями зубов. У нее также длинное тело, похожее на тело ящерицы, и это действительно уникальный вид акулы. Ее добыча может быть вдвое меньше ее самой, потому что желудок акулы похож на змеиный, и она может проглотить огромную рыбу или ракообразных. Увидеть несколько червей в саду не так страшно, как увидеть восьмиметрового червя в океане. После этой встречи ваш гидрокостюм станет немного мокрее. Этот червь встречается крайне редко и совершенно безвреден для человека. На самом деле это не гигантский червь, это скопление зооидов, которые слиплись в червеобразную форму. Обычно они питаются планктоном, бактериями и другими крошечными существами, которые можно найти в океане. Наверное, самое страшное существо в океане, которое на 100% реально, это магнопина. Кальмара паутину можно найти на сумасшедшей глубине 6000 метров. Монстр похож на подводного слендермена, но это всего лишь кальмар с очень длинными щупальцами, которые могут достигать в длину 2,5 метров. Его видели всего несколько раз и по сути мы пока мало что знаем об этом существе. Всем привет! Представьте себе место на земле похожее на Венеру. Это чилийская пустыня Атакама. Скорее всего вы бы не захотели провести там свой отпуск. Как и другие пустыни, это не самое дружелюбное место. Это длинный участок земли рядом с горами Анды. Это делает его одним из самых сухих мест на планете. Фактически здесь настолько сухо, что только в нескольких местах в Антарктиде дольше не было дождей. Эта суровая среда имеет свои преимущества, поскольку она стала идеальным домом для современных телескопов. Эти телескопы помогают нам исследовать космос. Новое исследование, проведенное в июне 2003 года, показало, что эта пустыня еще более странная, чем мы думали. Вполне логично, что в такой сухой пустыне много солнца. В среднем на квадратный метр здесь приходится около 308 ватт солнечного света. Это почти в два раза больше, чем в Европе или на востоке США. Рауль Кардеро ученый. Он и его команда проверили солнечный свет в месте, где находится крупнейший в истории проект телескопа Атакамская большая решетка миллиметрового диапазона. И это самое солнечное место на Земле. Вот что бы вы испытали, если бы находились примерно на 79% пути от Солнца до Земли. Конечно, если бы вы действительно оказались на Венере, у вас было бы гораздо больше поводов для беспокойства, чем просто большое количество солнечного света. Теперь давайте разберемся, почему здесь почти так же солнечно, как на Венере. Это из-за облаков. Обычно облака блокируют солнечный свет и охлаждают нас. Но иногда в особых ситуациях они могут действовать как увеличительное стекло, концентрируя солнечные лучи. Это называется рассеивание вперед. Это мусона в середине лета. Летом в южном полушарии мы находимся немного ближе к солнцу и в этой части света меньше озона. Эта комбинация может объяснить, почему другие высокие места на Земле, например Гималайи, не получают столько интенсивного солнечного света, как эта пустыня. Давайте подробнее поговорим о Венере. Каково это стоять на поверхности этой планеты? Чем больше вы узнаете об этом жарком мире, совсем недружелюбное место, с сумасшедшей жарой и сверх тяжелым воздухом, который может вас раздавить. Но все-таки представьте на мгновение, что вы находитесь на Венере. Там воздух густой и тяжелый, в 93 раза плотнее, чем на Земле. Воздух давит на вас. Представьте, что на ноготь вашего большого пальца опирается маленький автомобиль. Вот как это ощущается. Или подумайте о том, чтобы нырнуть очень глубоко в океан. Вы почувствуете сильное давление, давящее на ваше тело. Но на Венере все давление словно сжимает и почти расплющивает вас. Какая погода на Венере? Там очень жарко. Несмотря на то, что Меркурий ближе к Солнцу, Венера выиграла приз за самую горячую поверхность планеты. Плотный воздух на Венере состоит в основном из углекислого газа, который действует как одеяло. Когда Солнце светит на Венеру, тепло задерживается этим воздушным одеялом и планета сильно нагревается. Температура на Венере может достигать 460 градусов Цельсия. Итак, как же нам исследовать Венеру, не сгорев или не будучи раздавленными? Ну, отправиться туда лично точно не выход. Но у нас есть роботы. Что ж, даже они не справились с Венерой. Лишь у немногих были уничтожены суровыми условиями. Хорошая новость заключается в том, что мы находим способы изучать Венеру, не подвергая никого риску. Будущие миссии будут изучать Венеру сверху. Космические аппараты смогут без проблем наблюдать за планетой сквозь атмосферу. У нас есть миссия Веритас. Ее цель составить подробные карты Венеры с орбиты и дать нам новое представление об этом месте. Итак, мы изучили самую засушливую пустыню на нашей планете пустыню Атакама. Неудивительно, что это место служит испытательным полигоном для космических миссий, но несмотря на то, насколько засушлив этот регион, там есть жизнь. Это царство фламинго и лагун. Здесь есть колоссальные соляные плато, простирающиеся на 12 тысяч квадратных километров на глубине 25 метров. Это место извергающихся гейзеров, природных источников, возвышающихся вулканов, стадо лам и пустынь настолько пересохших, что некоторые участки остаются нетронутыми дождями уже более половины тысячелетия. Все это разворачивается на высоте 3-4 километров над уровнем моря. Что еще выживает в Атакаме? Трудно представить, что в таких негостеприимных условиях могут процветать растения. Тем не менее, они умудряются здесь выживать. Возьмем, к примеру, Тиланцию ландбеки. Эти растения бросают вызов пустыне, извлекая влагу из тумана, который приходит с ближайшего побережья. Эта влага также может служить устойчивым источником воды для людей. У этих растений нет традиционных корней. Вместо этого они используют свои старые отмершие части, чтобы закрепиться в песке, образуя небольшие дюноподобные структуры. Они вытягивают влагу из тумана через свои тонкие листья и побеги, которые набухают при контакте с водой. Ночная роса также обеспечивает их влагой, особенно летом, когда туман скуден. Все вместе существующие здесь растительные сообщества известны как растительность ломоса. Присутствие этой растительности в пустыне ограничено узкой прибрежной зоной, где регулярно появляется туман. Такие факторы, как удаленность от Тихого океана, преобладающие направления ветра и топография ограничивают распространение туманных экосистем. Анализ данных со спутников показывает, что растения растут на высотах от 800 метров до 1250 метров над уровнем моря и на расстоянии до 45 километров от побережья. Они в основном встречаются на песчаных равнинах вдоль коридоров тумана или на склонах. Они достигают высоты примерно полметра и обычно выстраиваются в линию. Такое продуманное расположение помогает им получать всю необходимую влагу и питательные вещества. Расположение этих скоплений зависит от того, сколько туманной воды они могут найти. Эти выносливые пустынные растения как настоящие маги воды в мире растений. Они настолько хорошо выживают в пустыне, что наталкивают нас на мысль о том, как получить воду из тумана. В таких местах, как Икике и небольших деревнях вблизи пустыни, вода очень ценна. К тому же, когда здесь ведутся работы по добыче меди и лития, которые обеспечивают работу батарей, воды требуется еще больше. Обычно люди получают питьевую воду из-под земли, но этим маленьким растениям есть чему нас научить. Используя этот трюк, мы составляем карту, показывающую, где эти растения больше всего любят находиться. Эта карта может помочь нам найти идеальные места для ловли тумана специальными сетями. Вот еще одно место, которое заставит вас почувствовать себя на поверхности другой планеты. Пеликан Пойнт находится в Намибии. Возможно, вы этого не ожидаете, но Пеликан Пойнт отличное место для серфинга. Каждый год здесь выпадает всего 8 миллиметров осадков, но это не мешает серферам кататься на волнах. Погода здесь довольно уникальная, она редко бывает слишком жаркой или слишком холодной. Здесь необычный сухой климат благодаря холодным океанским течениям вблизи залива. Скелетон Бэй, также известный как залив скелетов, пультовое место для серфинга. Волна прибоя разбивается о песок Пеликан Пойнт, расположенного примерно в 8 километрах к северо-западу от Уолфиш Бэй, небольшого портового городка, известного своими песчаными дюнами и безопасной якорной стоянкой. А вы бы там посерфили? Что делает лодка посреди пустыни? Вы ожидали бы найти морское судно ближе к берегу? Этот вопрос археологи задавали себе десятилетиями. В 1988 году вблизи одного из важнейших мест археологических раскопок в Древнем Египте разразилась буря. Из песка появилась деревянная конструкция. Она была выедена термитами. Ученые были полны решимости разгадать ее тайну. В 2000 году они начали раскопки на участке вблизи Абидоса. Американская команда экспертов вскоре обнаружила лодку длиной 21 метр. И она была не одна. Всего там находилось 14 лодок, аккуратно расположенных рядом друг с другом. Полностью раскопать лодки было невозможно из-за их плохого состояния. К счастью, древесина достаточно хорошо сохранилась, чтобы взять образец. Анализ показал, что лодкам было около 5000 лет. Это самый древний флот в истории человечества на сегодняшний день. Время их строительства на полтысячелетия опережает время возведения пирамид в Гизе. Каждый корабль флота был помещен в хранилище, соответствующее его размерам. Помещение было размером примерно с треть теннисного корта. На стенах из глинобитного кирпича было изображено более 120 рисунков кораблей. Древние египтяне вырезали их на побеленных стенах, которые прекрасно сохранились. Ученые знают об этих таинственных камерах уже более 100 лет. Британский археолог Артур Вейгал наткнулся на странное сооружение к западу от реки Нил. Его команда заглянула внутрь и увидела часть внутренних стен. К сожалению, часть крыши обрушилась и дальнейшие поиски пришлось прекратить. Исследователи покинули место, но его местоположение осталось на картах. Расположение лодок сначала навело ученых на мысль, что они покоятся на берегу могучего Нила. Но с этой теорией возникла проблема. Сегодня река течет почти в 11 километрах к западу от Абидоса. Дальнейшие исследования окружающей местности показали, что Нил никогда не менял своего русла. Кроме того, если бы лодки плавали рядом с причалом, они оказались бы в неустойчивом положении. В Абидосе же 40 судов стояли совершенно параллельно друг к другу. Был только один возможный вывод. Кто-то намеренно разместил их таким образом. Должно быть, это потребовало немало усилий. В каждой лодке было достаточно места для 30 грибцов. Эти суда действительно могли плавать. Это не были модели, но ученые все еще не знают, плавали они по водоемам Древнего Египта или нет. Это не умаляет важности находки. Ранее археологи находили только небольшие модели. В одной лишь гробнице Тутанхамона было 35 моделей лодок. Долгое время эти фигурки были единственными подсказками о том, как выглядели древнеегипетские суда. Конструкция лодок подтверждает, что они были подлинными. Это самые ранние сохранившиеся примеры так называемых построенных лодок. Древние люди строили примитивные суда, выдалбливая большие стволы деревьев. В качестве альтернативы использовался тростник, который связывали вместе, чтобы получился плод. Лодки из Абидоса состояли из досок, связанных между собой. Это было значительным прорывом в судостроении. При жизни лодки должно быть выглядели впечатляюще. В то время древесина была ценным товаром. В пустыне не было дерева. Кедр приходилось импортировать из Ливана. Единственным человеком, который мог позволить себе такую роскошь, был фараон. Изучение территории вокруг древнего флота дало больше ответов. Ученые обнаружили глиновидное сооружение, где египтяне поклонялись фараону. Его приблизительная дата постройки совпадает с датой создания деревянных лодок. Те же самые кирпичи, из которых было построено это здание, использовались для облицовки флота. Во время их строительства помещения, в которых они хранились имели потолок. Именно на эту часть и наткнулись археологи в начале 20 века. Подобно мумиям в гробах, эти чудесные корабли покоились в великолепных хранилищах. Внешний вид этих помещений был также впечатляющим. Изначально внешние стены были покрыты штукатуркой из белого известняка. Она отражала солнечный свет. Под солнцем пустыни строения, в котором находились лодки, должно быть светилось с расстояния в несколько километров. Древнеегипетские строители использовали ту же технику для покрытия пирамид 500 лет спустя. Сегодня их поверхность выглядит неровной. Но так было не всегда. Когда пирамиды были построены, их верхний слой состоял из тонкого белого известняка. Их поверхность была гладкой и блестела в лучах солнца. Вместо ступеней внешний слой пирамид представлял собой скорее гладкий пандус. Археологам остался один последний вопрос. Какому фараону принадлежал этот флот? Ответ 3-го. Время и стиль ее строительства совпадают со временем и стилем строительства камер с лодками. Самый конец его правления может объяснить, как лодки оказались посреди пустыни. Вероятно, фараон скончался на севере Египта. Затем его тело было перевезено вниз по Нилу в Абидес в великолепной процессии украшенных лодок. Корабли позже были опущены в камеры рядом с последним местом упокоения их владельца. Египтян суда играли ключевую роль. Их верховным божеством был Ра. Днем он путешествовал по небу в форме солнца. Ночью он плыл через загробный мир на солнечной лодке. Фараон отождествлял себя с Ра. Вот почему ему были нужны лодки в загробной жизни. Это был единственный способ возродиться так же, как солнце ежедневно восходит над горизонтом. Это верование существовало тысячи лет. У более известного фараона Хуфу тоже был корабль. Ученые обнаружили его рядом с пирамидой фараона в Гизе. Он примерно на 4 века моложе флота в Абидосе. Но корабль Хуфу был почти в два раза длиннее. Великая пирамида Гизы и гробница царя Тутанхамона являются одними из самых известных археологических находок в Египте. Но под бесконечными песками пустыни Сахара скрывается еще много тайн. Недавно археологи обнаружили там затерянный город. Они назвали его самым важным открытием со времен гробницы царя Тутанхамона. Город Атон существует около 3000 лет. Историки надеются, что он поможет им больше узнать о повседневной жизни древних египтян. Известный археолог и египтолог Захи Хавас объявил это место затерянным золотым городом. Атон находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Египта Каира. Он расположен недалеко от знаменитой долины царей. Сначала археологи которые расходились во все стороны. Они обнаружили целые комнаты с орудиями повседневной жизни внутри. Исследовательская группа раскопала пекарню, жилой квартал и административный район. Все они относятся к тому времени, когда египетская цивилизация была самой богатой за всю свою историю. Египтяне также первыми начали создавать предметы из железа. В 1911 году ученые обнаружили набор железных бус возле деревни в Нижнем Египте. Это старейшие известные железные артефакты. Это открытие буквально внеземного происхождения. Древние люди изготовили их, придавая форму куску метеорита. Девять бусин когда-то были частью изысканного ожерелья. Сейчас они почернели и поржавели, что совершенно нормально для украшения, которому более пяти тысяч лет. Они состоят из железоникелевого сплава. Исследователи были поражены мастерством древних ювелиров, обрабатывавших бусины. Их мастерство впечатляет еще больше, если вспомнить, что они не знали о звездном происхождении материала. Великая пирамида Гизы также имеет замечательную особенность. Международная исследовательская группа изучала электромагнитный отклик сооружения на радиоволны. Они обнаружили, что пирамида обладает способностью концентрировать внутри себя электромагнитную энергию. Это происходит как внутри ее камер, так и под основанием пирамиды. В нем содержится подземная незавершенная камера. Кажется, что электромагнитный отклик связан со свойствами известняка, основного строительного материала Великой пирамиды. Результаты исследования могут иметь практическое применение. Благодаря этой удивительной находке можно улучшить работу солнечных батарей и нано-датчиков. Как насчет игры в гольф не на Земле, а на Луне? Давайте перенесемся на 50 лет назад, когда один астронавт превратил лунную поверхность в самое необычное поле для гольфа в истории. Любой игрок в гольф скажет вам, как сложно избежать попадания в песчаные ловушки. Но представьте себе Алана Шепарда, астронавта НАСА, имеющего дело с поверхностью, которая на ощупь напоминает мелкий порошок. Во время полета Аполлона-14 он устроил перерыв, чтобы продемонстрировать свои космические навыки игры в гольф всем, кто наблюдал за ним с Земли. После первого удара он с волнением сделал еще один. Ему казалось, что мяч летит бесконечно долго. Давайте на мгновение вернемся к реальности. Благодаря исследованиям Ассоциации Гольфа США у нас есть некоторые цифры. Они обнаружили, что первый лунный мяч Алана пролетел 22 метра, а второй 37 метров. Как это соотносится с обычными ударами для гольфа? При обычной гравитации мяч обычно залетает примерно на 107 метров. Это говорит о том, что хотя на Земле мы улучшили свою игру в гольф с помощью технологии тренировок, то на Луне в условиях низкой гравитации это совсем другая среда. Теперь давайте отдадим должное Алану. Лунный гольф? Это не так просто, как вы могли подумать. Его клюшка была не из местного спортивного магазина. Она была самодельной сборщик образцов лунного грунта с приделанной к нему головкой клюшки. Добавьте к этому громоздкий скафандр, в который был одет астронавт. Представьте себе, как сложно махнуть клюшкой в костюме жестком, как картон. С таким говорят, что условия похожи. А вот здесь все становится еще интереснее. Ассоциацией гольфа США не ограничилась только словами Алана о том месте, где приземлились его мечи. Они решили провести расследование. Для начала они использовали сверхчеткие кадры миссии Аполлона-14. Также они взяли несколько четких снимков со специальной лунной камеры НАСА, запущенной в 2009 году. Используя эти снимки, они составили карту путешествия этих двух мечей. Аллану так понравилась его уникальная клюшка для гольфа, что он захотел привезти ее домой. Ничего особенного, правда? Видите ли, в те времена астронавты оставляли ненужные предметы, чтобы освободить место для лунных камней. Но только не в этот раз. Итак, в 70-е годы межзвездная клюшка для гольфа обрела новый дом в Музее Ассоциации в Нью-Джерси. В отличие от обычных клюшек для гольфа у этой была своя изюминка. Изготовленная из алюминия и тефлона, она складывалась и удобно помещалась в тесном пространстве лунного модуля. Как вообще возникла эта идея с лунным гольфом? В 1970-м году легенда гольфа Боб Хоуп посетил НАСА. Вдохновленный любовью Хоупа к гольфу, Шепард задумал лунный гольф. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, он сотрудничал с профессионалом по гольфу и техническими специалистами НАСА. Вместе они создали клюшку, которая соответствовала строгим нормам безопасности НАСА. Но Алан не хотел, чтобы это был просто сюрприз. Помните, путешествие на Луну требовало очень строгих протоколов. Нельзя было просто случайно устроить там пикник. Поэтому Алан сделал все, чтобы представители НАСА согласились на эту импровизированную игру в гольф. Сначала они были скептически настроены, но в конце концов дали добро после того, как Алан изложил свой план. Он также пообещал, что начнет играть, только если все пройдет гладко во время миссии. Решив сделать все идеально, Алан готовился как чемпион. Рассказывает, что он надевал свой тяжелый скафандр и тайком отправлялся в секретные места, чтобы потренироваться. Спустя десятилетия он все еще вспоминал о своем лунном путешествии. Он был единственным гольфистом, гольфа. На Луне в период с 1969 по 1972 год последней высадки появилось множество новых предметов. Каждый раз, глядя на Луну, помните, что там есть милая семейная фотография, несколько огромных научных приборов, маленькая статуя, куча мешков с человеческими отходами и, да, несколько американских флагов. Годы идут, и технически эти предметы все еще остаются там. Хотя, возможно, они и пережили не лучшие дни из-за суровых условий на Луне. Некоторые предметы занимали особое место в сердцах астронавтов, хотя и должны были остаться на Луне. Все для того, чтобы привести обратно на Землю образцы Луны. Вам знакомо это чувство, когда нужно освободить место в чемодане для сувениров перед окончанием отпуска? Есть ли у НАСА полный список вещей, которые оставили на Луне? На самом деле нет. Одна команда попыталась составить перечень некоторых предметов и получила удивительный список из 106, оставленных только во время 11-й миссии Аполлона. И это не считая знаменитых следов от ботинок Нила Армстронга и База Олдрина. Самыми крупными предметами на каждом месте посадки были в основном научные приборы. Например, части лунного модуля и эксперименты по углубленному изучению Луны. Кроме того, были и сувениры, такие как мемориальная доска Аполлона-11 и специальный диск с посланиями от лидеров всего мира. По некоторым данным, астронавты также взяли с собой медали в память о героях-космонавтах и даже оставили золотую оливковую ветвь, древний символ мира. В более поздних лунных миссиях было немного больше веселья. Например, Алан Шепард играл в вольф. Но приз за самый трогательный момент достается Чарли Дюку. Во время полета Аполлона-16 он оставил там фотографию своей семьи. Похоже, он хотел, чтобы они стали частью этого приключения, хотя фотографии, вероятно, не очень хорошо сохранились из-за высокого воздействия солнечного излучения на Луну. Возможно, на нашем спутнике тоже есть художественный музей. Позвольте объяснить. Там есть крошечный арт-объект под названием Лунный музей. Это керамическая плашка размером с ноготь. Ее создал художник по имени Форест Майерс. В этом крошечном объекте представлены миниатюрные произведения искусства от шести талантливых людей. Среди них есть даже знаменитый Энди Уорхол. Тот самый художник, который известен своими культовыми банками, супом и портретами знаменитостей. Форест Майерс заявил, что хочет, чтобы его мини-музей находился на Луне. Но возникла проблема. Представители НАСА были не в восторге от этой идеи. Однако Майерс сообщил прессе, что передал этот арт-чип инженеру, работавшему над миссией Аполлон-12. По словам Майерса, инженер тайно привязал лунный музей к ноге лунного модуля. Если вы еще не догадались, то эти лунные модули после выполнения миссии не возвращаются обратно на Землю. Однако отнеситесь к этому с долей скепсиса, поскольку НАСА никогда не подтверждало эту историю. Вы можете задаться вопросом, почему астронавты оставили все эти вещи. Иногда это было сделано для того, чтобы заявить о себе. Иногда из чисто практических соображений. Например, миссия Аполлона-11 пришлось принять важное решение. Астронавты должны были быстро определить, что не понадобится им при возвращении домой. В конце концов, они устроили уборку, выбрасывая вещи, которые им больше не нужны. Оставленные на Луне вещи не так уж сильно отличаются от того, что мы оставляем на Земле. Как археологи изучают древние вещи, чтобы узнать о наших предках, так и вещи на Луне дают нам представление обо всех невероятных лунных миссиях. Некоторые вещи, которые оставили, выполнили свою задачу. Например, стойка для флага или камера, которую использовали для трансляции шагов по Луне. Даже инструменты, которые астронавты использовали для сбора образцов, были оставлены, потому что был более ценный груз, который нужно было привезти обратно. Лунные камни. Что касается нынешнего состояния всех этих объектов, то нельзя ничего сказать наверняка. Однажды наблюдатель НАСА заметил некоторые из их теней, так что они все еще там. Космическое оборудование было готово к тому, чтобы навсегда остаться на Луне. Но что насчет личных вещей? Они, вероятно, переживают не лучшие свои дни. В горах Мексики растет древний вид кукурузы, которая в два раза больше обычного початка и обладает удивительными воздушными корнями. Эти корни выделяют слизь, которая может изменить ситуацию в сельском хозяйстве и, наконец, покончит со всеми токсичными химикатами. Местные жители выращивают эту загадочную кукурузу уже более двух тысяч лет, передавая традицию из поколения в поколение. Ученый Зоахаки услышал об этой кукурузе и решил ее изучить. Когда он, наконец, увидел ее, то не поверил своим глазам. Эта культура была похожа на что-то мифическое. Она возвышалась на 4-5 метров в высоту, а из ее стеблей торчали странные пальцы. Из этих пальцев капала густая липкая слизь, которая действовала как природное удобрение. Больше не нужно добавлять в почву искусственные удобрения. Это очень важно, потому что большинство зерновых культур не могут самостоятельно регулировать свой уровень азота, поэтому фермерам приходится поливать их удобрениями, богатыми этим химическим элементом. Это не только вредно для окружающей среды, но и дорого. Но с помощью новой кукурузной слизи мы, возможно, сможем решить системную проблему в наших источниках пищи. Это похоже на биологический хак, который может произвести революцию в сельском хозяйстве, каким мы его знаем. Местные жители называют это суперрастение кукурузой Олотон. Кстати, до 80-х годов прошлого века оно было секретом для остальной Мексики. Потребовалось еще 30 лет, чтобы команда исследователей изучила эту культуру. Они знали, что им нужна помощь местных, поэтому построили лабораторию прямо в горах, чтобы жители могли принять участие в работе. Итак, кукуруза выделяет слизь, в которой содержатся бактерии, способные преобразовывать атмосферный азот в ту форму, которую может усвоить растение. Это означает, что растение может получать 80% азота из воздуха, по сути, святой грааль сельского хозяйства. Но, конечно, некоторые люди решили испортить всем удовольствие споре о том, кому принадлежат права на это волшебное зерно. Это называется биопиратство, и здесь не о чем гордиться. Коренные народы, которые заботились об этом растении веками, говорят, что для них это не просто зерно, а часть культуры и наследия. К сожалению, кукуруза аллатон пока не используется, поскольку она не соответствует современным промышленным стандартам. Но ученые работают над скрещиванием ее с другими сортами, чтобы попытаться сочетать лучшие их свойства. Они уже сократили время выращивания в два раза и увеличили поглощение азота до 40%, но по их оценкам потребуется еще несколько поколений, чтобы стабилизировать этот гибрид кукурузы. Представьте себе, если бы мы могли использовать атмосферный азот для других зерновых культур, таких как рис или пшеница. Это было бы огромным шагом в уменьшении использования искусственных удобрений, наносящих вред нашей окружающей среде. Невероятно, что малоизвестная кукуруза с туманной горы в Мексике может решить проблему голода в мире. Это лишний раз доказывает, что разнообразие необходимо для нашего выживания. Кстати, о растениях, которые могут помочь нам выжить в будущем. Знаете ли вы, что Марс может быть идеальным местом для выращивания зеленых овощей? Почва там насыщена железом, а значит, наши любимые зеленые культуры могли бы хорошо там расти. А поскольку будущее Земли выглядит немного неопределенным, неплохо подумать о других планетах, на которых мы могли бы жить. К сожалению, большинство планет слишком горячие для поддержания жизни. Серьезно, на Венере температура может достигать 500 градусов. Это горячее, чем температура плавления металлов. Но Марс совсем другое дело. Хотя сейчас это холодная пустыня, миллиарды лет назад он был покрыт водой и, возможно, даже жизнью. Ученые уже изучают, какие растения могут расти на марсианской почве. И выяснилось, что там потенциально могут выжать салат латук, лук, капуста, горох, чеснок и даже одуванчики. Да, те самые сорняки на вашем заднем дворе. Шпинат еще один отличный вариант благодаря все тому же содержанию железа в почве. Кто знает, может быть, однажды мы все будем перекусывать марсианской микрозеленью, если кукуруза, латон не сможет удовлетворить все наши потребности. Еще одно растение, которое может помочь нам в будущем бамбук. В таких странах, как Китай, Япония, Филиппины, Таиланд и Индонезия, все любят лакомиться вкусными побегами бамбука. И они также пользуются популярностью на островах. В Бангладеш даже есть традиционное блюдо, которое готовится из бамбука. Неудивительно, что его называют королем овощей. Он вкусный и полезен для здоровья. Кроме того, всего полстакана бамбука содержит 11% в дневной норме калия. Если вам посчастливилось найти свежие побеги бамбука, ищите упругие тяжелые с широким основанием. И не позволяйте им позеленеть. Это значит, что они слишком долго находились на солнце и будут горчить. Если в вас достаточно духа авантюризма, то можете сами собрать побеги, скажем, на Гавайях. Но бамбук это не только еда. Он может похвастаться множеством классных особенностей. Это самое быстрорастущее растение на земле. Некоторые виды бамбука могут вырасти на несколько метров всего за один день. Это более двух с половиной сантиметров каждый час. Бамбук также устойчивое и возобновляемое растение, потому что он распространяется как лесной пожар. Бамбуковый лес растет гораздо быстрее, чем лес из деревьев. Так что он как супергерой растительного царства. Некоторые люди утверждают, что бамбук может производить на 35% больше кислорода, чем все деревья вместе взятые. И вот еще что. Бамбук может заменить дерево практически во всем, что только можно придумать. Существуют тысячи изделий из бамбука, которые ничуть не уступают своим деревянным аналогам. Мы говорим о бумаге и целлюлозе, напольных покрытиях, музыкальных инструментах, мебели, строительных материалах. Назовите что угодно, бамбук вас этим обеспечит. Переходим к серьезным вещам. По мнению британских исследователей, мы еще только в начале пути по пониманию того, что растения могут для нас сделать. Во-первых, у нас есть суперрастения. Да, овощи на вашей тарелке пока обычные сельскохозяйственные культуры, но в природе существуют очень выносливые растения, которые выработали устойчивость ко всем видам вредителей и болезней. Селекционеры работают над тем, чтобы скрестить дикие культуры с нашими домашними, сделав их такими же выносливыми и при этом дающими нам все те преимущества, которые мы так любим. Это глобальная работа, в которой лидируют такие страны, как Бразилия, Китай и Индия. А учитывая, что население Земли скоро превысит 9 миллиардов человек, эти суперрастения могут стать настоящим спасением. Идем дальше, обсудим лекарственные растения. Мы давно знаем, что растения могут нас исцелять, но используем ли мы эти знания по максимуму? Существует более 28 тысяч видов растений, имеющих лекарственное применение, но менее 16% из них действительно используются в медицине. С ума сойти! Эта индустрия стоит миллиарды, и такие страны, как Германия, уже внедряют в нее травы. Но мы должны быть осторожны, существует множество сомнительных продуктов, которые могут принести больше вреда, чем пользу. Как насчет бананов на стероидах? Ладно, все не совсем так. Но на самом деле мы можем сделать бананы больше и лучше. Изменяя их гены, не беспокойтесь, все безопасно и законно. Ученые могут создать бананы, устойчивые к болезням и вредителям, которые могут даже расти в более суровых климатических условиях. А это означает больше еды для всех. И последнее, но не менее важное. Оказалось, что воспламеняемость растений очень важна для предотвращения лесных пожаров и связанного с ними ущерба. Но не беспокойтесь, огонь в некоторых экосистемах естественный процесс. Ученые поставили перед собой задачу выявить семейство растений, способных противостоять пожарам и создать более устойчивые ландшафты. Эти растения можно даже использовать в качестве естественных противопожарных барьеров, что позволит сэкономить ценные ресурсы. Познакомьтесь с цинхоной. Это не совсем обычное пищевое растение, оно обладает некоторыми важными свойствами. Кора этого дерева является секретным ингредиентом для производства хинина, который используется для лечения малярии. Кечуа народ Перу научил европейцев, как его использовать. О цинхоне ходят невероятные слухи. Например, вы слышали о больных львах, которые грызли ее кору? Или о льве с лихорадкой, который пил из пруда с корой цинхоны и мгновенно выздоровел? Но давайте будем реалистами. Скорее всего, эти легенды просто попытка людей сделать интересную историю еще более захватывающей. Как бы то ни было, цинхона герой. Хотя не все герои носят плащи. Помните 2011 год? Тогда сыграйте со мной в эту игру. Дайвер готовится погрузиться в глубины реки Муси, расположенной в сердце Индонезийского острова. Он один из многих, кто достает со дна реки невероятные артефакты. Постепенно дайверы и рыбаки обнаруживают давно исчезнувшую цивилизацию на Суматре. Известное как остров Золото, королевство Шривиджая скорее всего было максимально приближено к реальному Эльдорадо. Однако оно исчезло в конце 13 века и до недавнего времени исследователи даже не знали точного местоположения этого королевства. Представьте себе цивилизацию, построенную на реке. Настоящий водный мир, как утверждают археологи, изучавшие Шривиджаю. Дома, рынки и культовые сооружения возводились на деревянных сваях над уровнем воды. Горожане передвигались как современные венецианцы на простых лодках. Шривиджая была известна как богатое и важное королевство. Оно существовало с 7 по 11 век нашей эры. Это была часть шелкового пути и все, кто путешествовал с востока на запад, должны были проходить через этот город. Их короли были умны, так что получили контроль над Малакским проливом, что позволило городу полностью контролировать торговые пути в регионе. Если уж на то пошло, то власти города однозначно чтили его название. Санскрита Шривиджая переводится как «блистательная победа» или просто «великолепный». Королевство было важным торговым форпостом древности. Оно стратегически располагалось среди самых влиятельных торговых путей древнего мира, а значит его жители стали чрезвычайно богатыми. Древние богатые общества имели обыкновение выставлять на показ свое золото и драгоценные металлы. Они часто использовали эти металлы в качестве подношений своим божествам или же создавали большие статуи, делали украшения для королей и королев, а также украшения для их дворцов. Шривиджая не была исключением. Индонезийские дайверы исследовали 800 метров реки Мусси вблизи города Полимбанг и нашли подтверждение этой теории. Они обнаружили статую Будды в натуральную величину, украшения, усыпанные драгоценными камнями, храмовые колокола, зеркала, золотые кувшины и другие предметы. Официальные археологические раскопки в этом районе не проводились, поэтому эти артефакты стали первыми найденными предметами империи Шривиджая. Шон Кингсли, британский морской археолог, сообщивший об этих находках, говорит, что он по-настоящему удивлен. Долгое время люди лишь строили догадки об истинном богатстве Шривиджая, и, похоже, слухи подтвердились. Мы начинаем с нуля, говорит Шон. Мы не знаем, какую одежду носили жители Шривиджаи, каковы были их вкусы, с какой керамики они любили есть. Несмотря на то, что это открытие вызвало восторг у научного сообщества, есть и обратная сторона. Дайверы и рыбаки продают найденные артефакты на международном рынке антиквариата, прежде чем археологи смогут взглянуть на них. Исследователи могли бы попытаться купить некоторые предметы, но они продаются по всему миру за миллионы долларов. Большая часть информации, которую мы знаем об этом восточном Эльдорадо, почерпнута из рассказов купцов. В этих описаниях говорится, что Шривиджая была королевством змей, питающихся людьми, и много язычных попугаев. Странно. Некоторые говорят, что действующие вулканы придавали городу жутковатый и загадочный вид, и во всех историях подчеркивается огромное количество золота, которое там можно было найти. В древние времена отчеты о путешествиях были обычным способом описания городов. Если вы не знали, именно так изначально возникла легенда об Эльдорадо, когда в 1500-х годах европейские исследователи начали раскопки в южноамериканских землях, стало известно, что представители одной из амазонских цивилизаций раскрашивали своего вождя золотом в качестве подношения высшим силам. Легенда о золотом человеке стала быстро распространяться по Европе. Оказалось, что это всего лишь церемониальный обряд доколумбовой цивилизации. Он не имеет никакого отношения к стране бесконечного золота. Никто не знает, что привело к упадку империи Шереведжая. Некоторые предполагают, что ее могли поглотить действующие вулканы, а может быть деревянные дома, построенные над рекой, со временем затонули. Возможно, если дайверы продолжат извлекать со дна реки потерянные предметы, археологи смогут выяснить, что случилось с городом. Похоже, это довольно частое явление в мировой истории. Некоторые древние цивилизации исчезали бесследно, как это случилось, например, с цивилизацией Майя. Майя удалось создать одну из крупнейших империй в доколумбовой Америке. Считалось, что в ней проживало более двух миллионов человек, и она процветала более шести веков. Ее внезапное исчезновение до сих пор волнует археологов и ученых. Майя начали селиться в Южной Америке еще в 1500 году до нашей эры. Их цивилизация охватывала полуостров Юкатан в Мексике, Гватемалу и Белиз. Считается, что в период расцвета своей империи экологлифов, которая изучается с тех пор, как ее обнаружили современные ученые. Майя были искусными инженерами, астрономами и земледельцами. Это были посткочевые народы, которые селились на обширных сельскохозяйственных территориях, где могли выращивать кукурузу и другие виды овощей. Археологи до сих пор узнают много нового от цивилизации Майя, исследуя ее руины. Город Чеченитце, расположенный на полуострове Юкатан является одним из самых важных мест обнаруженных Майя в наши дни. Здесь находится 26 руин и всемирно известная пирамида Эль-Кастильо. Она состоит из ряда квадратных террас с лестницами на каждой из четырех сторон храма. Она была построена в знак уважения к божеству пернатых змей. Майя были такими гениями архитектуры, что им удалось построить пирамиду, отбрасывающую особую тень. Точнее, поздним вечером и во время весеннего и осеннего равноденствия пирамида отбрасывает несколько треугольных теней, которые создают иллюзию ползущей по пирамиде пернатой змей. И все это они создали, не имея никаких современных технологий. Город настолько удивителен, что с 2007 года считается одним из семи чудес нового света. Империя Майя процветала более шести веков благодаря мудрой системе управления ресурсами и астрономическим знанием. Они умели точно предсказывать затмения и, используя свои примитивные технологии, могли даже определять местоположение Венеры и Марса. У них было все необходимое, чтобы процветать гораздо дольше, чем на самом деле. Именно поэтому падение Майя так интригует современных ученых. Никто до сих пор не смог до конца понять, что привело их к гибели. Так было до недавнего открытия. Исследование, проведенное НАСА, утверждает, что может объяснить, что могло произойти. Ученые обнаружили образец пыльцы, хранившейся более 1200 лет в древних слоях озерных отложений, которые относятся ко времени предшествовавшему краху цивилизации. Анализ показал нечто совершенно новое о Майях. Вместо предполагаемых утверждений о том, что Майи исчезли из-за страшной болезни или какого-то затяжного конфликта в регионе, это могло произойти из-за вырубки империю. Им пришлось вырубить много деревьев. Без деревьев почва могла размыться и все их плодородные земли медленно и постепенно стали бесплодными. По мнению ученых НАСА, температура в регионе могла подняться примерно на 6 градусов и с этого момента земля стала бы еще более сухой и урожай было бы сложнее выращивать. По сути, НАСА утверждает, что майя не могли заниматься единственным делом, которое обеспечивало им процветанием, сельским хозяйством и их царство начало приходить в упадок. Да, и эта теория была подтверждена еще одной находкой. Археологи обнаружили скелеты времен империи, у них были заметные признаки недоедания. Эта теория действительно может пролить новый свет на историю майя. Она может объяснить, что привело Гивили столь могущественной цивилизации. Что скажете? Какая теория верна? Удалось ли нам на самом деле выяснить причину падения империи майя? Чтобы увидеть странные вещи, не нужно ехать на край света или в какую-нибудь экзотическую страну. Достаточно зайти на Reddit. Посмотрите, как его пользователи делятся безумными вещами, которые они нашли в своих домах. Редко когда старые находки в доме имеют серьезную ценность. Но этой семейной паре удалось сорвать джекпот. Супруги живут в Кливленде, в американском штате Огайо и начали делать ремонт. Мужчина срывал пыльные доски с потолка в подвале, когда заметил что-то за решеткой. Это был маленький зеленый чемоданчик. Второй он нашел в другой части подвала. Сначала муж и жена подумали, что в чемоданах лежат старые бейсбольные карточки. Но вместо этого они нашли сокровище стоимостью 33 тысячи фунтов стерлингов. Там оказались старые банкноты ипотеку. Этим людям повезло еще больше. Несколько жителей небольшого английского городка в северном Йоркшире делали в доме ремонт. Они обнаружили один из крупнейших кладов английских золотых монет 18 века, когда-либо найденных в Великобритании. Хозяева извлекли небольшую глиняную чашу размером с банку газировки, спрятанную в бетоне под половицами. Поверхность чаши была покрыта тонким слоем соли, а внутри находилось около 260 золотых монет. Клад оценили в 200 тысяч долларов, но не исключено, что на аукционе они смогут продать находку и за полмиллиона. Один пользователь пришел в новый многоквартирный дом, где живет его мама. Он спустился в подвал и обнаружил там огромное банковское хранилище. Там была круглая толстая металлическая дверь, ведущая в банковский сейф. Он не нашел ни денег, ни золота, но хранилище было в отличном состоянии. Конечно, другие пользователи Reddit выяснили, как такое могло произойти. Когда банк разоряется, он вывозит из здания все свое имущество, кроме гигантского сейфа. Дело в том, что демонтаж такого объекта требует огромных затрат. Его невозможно демонтировать без дорогостоящего оборудования, поэтому банки оставляют сейфы в здании. Другой пользователь Reddit написал, что одна юридическая фирма купила закрытое здание банка и превратила хранилище в офис. Пробить толстую стену в этом помещении, чтобы установить окно, не получилось, поэтому на стену просто повесили фотографию окна. Другой пользователь показал довольно жуткую находку, которую он сделал в подвале своего дома. Это была огромная дыра, ведущая в темноту и заполненная холодной жидкостью. Пользователь не стал паниковать и измерил яму. Она была глубиной всего 2,5 метра, а жидкость оказалась обычной водой, больше он ничего не нашел. Никакой тайной комнаты или подземелья, на самом деле это была не просто яма, а особый колодец, называемый цистерной. И снова спасибо пользователям Reddit за подсказку. В прошлом люди устанавливали такие емкости во многих домах, чтобы хранить запасы воды. Цистерны они собирали дождевую воду и хранили ее в этих колоссах. Чтобы почва не загрязняла воду, они цементировали ямы. Люди использовали воду для уборки дома, купания и стирки. В таком резервуаре можно было даже установить фильтры, чтобы пить чистую воду. Этот пользователь обнаружил нечто странное не у себя дома, а в подвале офиса, где он работал. В темном бетонном помещении среди хлама он увидел красную железную дверь, ведущую в неизвестность. На ее холодной поверхности было написано всегда держать закрытый. На ней не было ни замка, ни замочной скважины, только засовы. Пользователь мог легко открыть ее, но не стал этого делать. А вы бы рискнули? На самом деле, эта штука была совсем не страшной, но довольно опасной. Это трансформаторный склад с мощным электрическим оборудованием внутри. Оно может взорваться, загореться и даже ударить человека током, поэтому его разместили в подвале, подальше от людей. Никто, кроме электриков, туда не допускается. Один человек нашел странную крошечную комнату на чердаке своей новой квартиры за маленькой железной дверью. Внутри он обнаружил небольшую кровать, несколько полок и маленькое окно. Похоже, здесь кто-то жил. Но кто и зачем? Об этом нет никакой информации. Представьте себе, что вы идете по заброшенному дому и вдруг видите призрака, застрявшего в стене и пытающегося выбраться. Один пользователь Reddit сфотографировал необычную инсталляцию в заброшенном доме. Она выглядит как человек, который хочет вырваться из стены. Конечно, здесь нет никакой тайны или магии, просто великолепные навыки скульптора. Но все равно выглядит жутко. Многие пользователи находят в своих домах тайные комнаты. Никто не знает, для чего они использовались и кто там жил, но этот парень нашел практичное и ценное помещение. На заднем дворе своего дома он обнаружил убежище от радиации, построенное в 60-х годах прошлого века. Оно выглядит атмосферно и довольно надежно. Этот пользователь переехал в новый дом и обнаружил белую дверь в стене. Она выглядела как место для водонагревателя или чего-то подобного, но оказалось, что дверь ведет в странную комнату. Она была большой, но уютной. Кто-то даже постелил на пол ковер. Но в задней части комнаты была еще одна дверь с замком. Стены и потолок были покрыты звукоизоляционными плитами и непромокаемым белым брезентом. Также он увидел три-четыре розетки и нечто похожее на спальное место. На полу были портфель со старой деревянной шкатулкой, конвертами с деньгами из разных стран и четырьмя небольшими серебряными слитками. Но самой странной вещью в этом месте был черный сейф. Пользователь открыл его и нашел несколько видеокассет и белый лист. На нем черными чернилами было написано «Спаси себя сам». Пользователь пообещал выложить содержимое кассет на Reddit. Многие подумали, что это подделка и не поверили ему. Но потом другой пользователь рассказал, что знал предыдущего владельца дома. Он казался обычным парнем. Затем пользователь выложил содержимое кассет. Записи были весьма тревожными. Кто-то предположил, что все это рекламная кампания фильма ужасов. Но потом тот же пользователь признался, что это была мистификация, которая вышла из-под контроля и стала вирусной. Он написал сообщение, в котором подробно описал, как все сделал, но администрация сайта удалила его. Завершим наш список с самой необычной квартирой. Представьте себе, что вы идете по Парижу и заходите в многоэтажный дом, где живут обычные люди. Вы поднимаетесь по лестнице и останавливаетесь возле старой двери. Вы нажимаете на ручку и заходите внутрь. Вам кажется, что вы попали в фильм о привидениях. Шкафы, стулья, вся мебель здесь сделана в начале прошлого века. Комнаты похожи на старый антикварный магазин. Все покрыто толстым слоем пыли и паутины. На полу валяются зловещего вида куклы и мягкие игрушки, но ничего странного здесь не происходило. Хозяйка покинула это место в 40-х годах прошлого века. Она оставила все как было. Она переехала и никому не рассказывала о квартире. Почему она не вернулась неизвестно. В таком состоянии квартира находилась 70 лет. Родственники хозяйки наняли оценщиков для определения стоимости квартиры. В 2010 году они пришли туда, открыли дверь и обнаружили картины итальянского художника Джованни Бульдини, написанную в 19-м веке. Эту картину удалось продать за 2,5 миллиона долларов. На картинке вы видите гриб дождевик. Его обнаружил мужчина, который однажды решил порыбачить. Его диаметр составил 2 метра, а вес 23 килограмма. Кстати, вы знали, что генетически грибы больше похожи на людей, чем на растения? Эту черепаху нашли на берегу в северном Висконсине. В небольшом приморском городке в Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Согласно книге рекордов Гиннеса, его высота составляет 21 метр, а весит он почти 5000 тонн. Знакомьтесь, это гиперион, самое высокое дерево в мире. Вы можете посмотреть на него в национальном парке Редвуд, Калифорния. Дерево выросло на 115 метров, а значит оно выше статуи Свободы. А что бы вы делали, если бы увидели в саду одуванчик высотой метр? В молодости людям частенько хочется побить какой-нибудь рекорд Гиннесом, например, по быстрому бегу или прыжкам в высоту. Но вырастить самый большой в мире арбуз? А бухгалтер из Деннесси вырастил ягоду весом 158 килограммов. В Канаде есть цистерна для хранения, раскрашенная в цвета банки из-под Кока-Колы. Считается, что это самая большая в мире банка Кока-Колы. Знакомьтесь, это Геркулес. Согласно книге рекордов Гиннеса, это самая большая кошка в мире из ныне живущих. Геркулес взрослый самец Лигра, который живет в заповеднике в Южной Каролине, США. Длина его тела составляет 4 метра, высота 1 метр, а весит котик 418 килограммов. Каждый день Геркулес съедает 14 килограммов мяса. А вот фотография самой большой бусеницы в мире на игрушечном экскаваторе. Эта морковь кажется готова к сбору. А вот и фотография самого урожая. Одним таким каштаном вполне можно наесться. Только взгляните на эти ягоды. Представьте, что стоите у кассы, а автомат все никак не хочет выполнять свое предназначение считывать штрих-код. И тут вы видите, что за вами уже собралась небольшая очередь. С таким штрих-кодом подобного бы не случилось. Это хороший штрих-код. кто тут самый везучий? Эти люди нашли самую большую чипсину, да еще и целую. Кажется, кто-то устраивает вечеринку. Спорим, что сначала вы заметили огнетушитель на полу, а уже потом увидели еще один на стене. эти двое очень друг на друга похожи. Вот это виноград! Кажется, следующие две недели мы будем добавлять зеленый лук во все блюда. Нужно съесть его, пока он свежий. Посмотрите, какой огромный! Эта семья могла бы делать лимонад для всего района. В 2003 году Аарон Шемуэль вырастил на своей ферме самый тяжелый лимон в мире. Его диаметр составлял 73 сантиметра, а вес около 5 килограммов. Он сросся вместе с другим похожим по размеру лимоном. Посмотрите на эту огромную лягушку! Самое время развенчать миф о том, что у вас появятся бородавки, если прикоснуться к ней. Скорее всего, люди верят в это, потому что у многих лягушек на коже есть бугорки, похожие на бородавки. Этим пенне стоит прислушаться к словам своего большого собрата. Его даже назвали пеннегетти. Вот что значит отчаянная вера в себя. Если вы любите клубнику, то эта ягода специально для вас. Похоже на змею, но на самом деле это всего лишь огромный цукини. Эта шишка выглядит так, будто ее размеры увеличили в фотошопе. А как вам креветка размером с ладонь? Только взгляните на этого огромного кролика. Посмотрите, какими маленькими кажутся остальные предметы на фотографии. Китайская исполинская саламандра самая крупная современная земноводная. Голубой кит самое большое животное на земле. Эти животные весят около 198 тонн, а длина их тела составляет около 30 метров. Вес языка голубого кита равняется весу слона, а сердце весу автомобиля. Питаются эти гиганты крошечным планктоном. А это огромная печенька. Да, именно так. Одна компания испекла такую в 2003 году. Диаметр печенья составил 31 метр, а весило оно больше 18 тысяч килограммов. Кстати, оно было съедобным, его разрезали на кусочки и продавали в специальных памятных упаковках. И если вам интересно, это было печенье с шоколадной крошкой. Что расскажете про эту улитку? Для сравнения, ее посадили на человеческую ладонь. То ли люди уменьшились, то ли стол слишком огромный. Думаю, этот песик все еще считает себя щенком. Больше не нужно стоять в очереди на заправках. А это царь колокол и люди рядом с ним. Рука Джеффа Дейба, чемпиона по армрестлингу. Если бы вы увидели такую медузу, то точно забыли бы куда плыть. Цианеи обитают в северных водах Атлантического и Тихого океана. Это шляпа или палатка? Такая чашечка отлично подойдет тем, кто не представляет свое утро без кофе. Или для тех, кому его всегда не хватает. Джек фрут популярен на Филиппинах, в Южной Азии, Индии и Центральной Африке. А самый большой джек фрут в мире вырастили в Индии. Он весил почти 43 килограмма, а его длина составила 57 сантиметров. Это рафлезия арнольда, самый большой цветок в мире. Это редкое растение, которое встречается в тропических лесах Индонезии. Рафлезия может иметь диаметр 1 метр и весить до 7 килограммов. Кстати, у цветка вы не заметите листьев, корней или стебля. Он прикрепляется к растению хозяина и так получает воду и питательные вещества. Это самый высокий в мире снеговик. Такой рекорд установили на горнолыжном курорте в Австрии, а предыдущего снеговика построили в штате Мэн, США. Эта обувь принадлежала Роберту Уодлоу, одному из самых высоких людей на планете. Его рост составлял почти 3 метра. Некоторую его обувь до сих пор можно найти в США, потому что Роберт ее никогда не носил. Он был специальным послом обувной фабрики. Роберт приезжал в город, приносил в местный магазин образцы обуви 68-го размера и ехал дальше. Роберт рос до конца жизни. Последний размер его обуви был 75-й. Какую самую большую пещеру вы видели? Спорим, она легко может поместиться вот в этой пещере во Вьетнаме, ведь ее площадь составляет почти 40 квадратных метров. Она в два раза больше второй по размеру мировой пещеры. Такой рекорд побить сложно. Эксперты считают, что ей от 2 до 5 миллионов лет, а сформировалась пещера из растворимого известняка. Посмотрите на эту огромную птицу. К сожалению, они уже вымерли. Это Аргентавис. Птицы жили в Аргентине примерно 6 миллионов лет назад. Размах их крыльев достигал 6 метров. Удивительно, что яйца, которые они откладывали по размеру, были меньше страусиных. Мы начали с самого большого гриба в мире, поэтому эта фотография может показаться вам обычной. Но сейчас вы смотрите на самый большой живой организм в мире. Медовые грибы. Они растут в национальном лесу Малер в Орегоне. Грибы занимают площадь 6 квадратных метров. Представьте себе такую длинную грибную цепочку. Медовые грибы обустраивались здесь на протяжении своих 8,5 тысяч лет. Теперь тут и там в земле можно заметить отдельные грибы. Они живут также внутри деревьев. Ученые считают их как минимум 112. Грибы называют самым большим живым организмом из-за территории которую они покрывают. Такой зонтик нужно поставить на каждом пляже. Его сделали в Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 году в честь праздника. Диаметр зонта составил 24,5 метра. Чтобы не случилось нельзя останавливаться. Мы почти нашли. Два искателя сокровищ копают мерзлую землю на кукурузном поле ночью. Идет сильный дождь. Сверкает молния. Но эти двое продолжают работать. И вот лопата натыкается на что-то твердое. Не может быть сундук с сокровищами. Они начинают копать быстрее и находят кусок корабельного двигателя. Что за вдали от морей и озер где-то под полями Канзас-Сити они нашли гигантский затонувший корабль. Как такое возможно? Сейчас вы узнаете. Некоторые люди проводят всю он уже много лет ищет такие корабли вдали от морей рек и океанов. Он делает это потому что ему нравится это ощущение приключения. В трюмах таких кораблей могут находиться сундуки с золотом антиквариатом и артефактами и за них можно получить большие деньги. Дэвид говорит что для поиска затонувшего корабля не обязательно отправляться в океан. Они могут лежать у вас на заднем дворе. Но почему корабли оказываются погребенными под землей среди полей ферм и равнин? Давайте выясним это на примере парохода Арабия. Согласно старым записям и газетным вырезкам этот корабль перевозил около 200 тонн сокровищ прежде чем затонул в 1856 году. Согласно многочисленным слухам и местным легендам корабль лежал под землей в нескольких километрах к северо-востоку от Канзас-Сити. Он оказался там потому, что во второй половине 19 века люди намеренно изменили русло и протоки реки Миссури. Они искусственно приблизили берега друг к другу и сузили реку, чтобы увеличить скорость течения. Так корабли могли плыть гораздо быстрее. В 19 веке пароходы были самым популярным средством перевозки пассажиров и товаров. До появления железных дорог они расширили западную границу Миссури и доставляли людям припасы. Поэтому так важно было увеличить скорость их движения. Итак, 5 сентября 1856 года. Арабия плыла по такому устью. Она наткнулась на торчащую из воды коряку. Кусок бревна быстро затопил корабль. К счастью, все пассажиры были эвакуированы. Но пароход и его ценный груз достигли илистого дна Миссури за несколько минут. Прошло несколько лет. Все забыли о судне. За это время русло реки Миссури изменилось. Но Арабия по-прежнему оставалась под илистым дном. Уровень почвы над ней поднимался все выше, а земля теряла влагу. В конце концов, спустя много десятилетий, над затонувшим кораблем образовалось кукурузное поле. В 1980-х этот участок принадлежал одному фермеру, и он даже не подозревал, что на нем скрывается. Дэвид Хоули тщательно изучал историю затонувших кораблей США. Он знал, что сотни пароходов ушли под воду по всему штату Миссури. Но больше всего его интересовала Арабия, так как ходили слухи, что она наполнена золотом и другими ценными вещами. Территория кукурузных полей в Канзасе была огромной, но Дэвид Хоули знал, как правильно искать. В 1987 году он начал работать. Сначала вместе с братом и отцом они собрали все вырезки из старых газет, которые смогли найти. Они искали не только информацию о пароходе, но и карты реки Миссури. Они проследили ее исторические изменения, сверили даты и определили большую область, где затонул пароход. Затем они провели электромагнитные испытания и использовали другие геологические материалы, чтобы изучить почву и найти подходящее место. Они искали различия во влажности и плотности грунта. Затем они обследовали территорию с помощью мощных металлоискателей. И вот к осени 1988 года они определили местоположение парохода. Арабия была размером с футбольное поле. Это гигантское судно лежало в 14 метрах под землей на глубине четырех этажей. Но прежде чем начать раскопки, им нужно было спросить разрешение у владельца кукурузного поля. Для фермера эта новость стала большим сюрпризом. Он согласился, но при условии, что раскопки будут закончены к весне и он сможет посеять новый урожай. Выкопать гигантский корабль зимой гораздо сложнее и дороже, чем в другое время. Это и дополнительное оборудование, и расходы на электричество, и отопление. Команда работала день и ночь. Энтузиасты финансировали раскопки из собственного кармана. Каждый вложил более 10 тысяч долларов и взял кредит в банке. Наконец, искатели сокровищ заметили первые детали корабля. Лопаты попали в огромные котлы двигателей и палубу. Цель была достигнута. Большинство грузов, лежащих внутри затонувших кораблей, покрыты ржавчиной, ракушками, грязью и сильно повреждены. Содержимое арабии было в отличном состоянии, учитывая, что корабль затонул 130 лет назад. К сожалению, сундуков с золотом не нашли. Зато достали несколько тонн другого ценного груза, предметы быта людей, живших в середине 19 века. Это была законсервированная капсула времени. Корабль перевозил снабжение для сотен и тысяч людей. И все эти вещи прекрасно сохранились. Например, на одном резиновом башмаке можно было отчетливо разглядеть клеймо Гудьяр Раббер Компани. Чем дольше продолжались раскопки, тем больше вещей находили Дэвид и его команда. В бочках они нашли тарелки 19 века. Они были целыми и пригодными для использования. Также там была чистая одежда, тысячи пар обуви, гарпуны, сковородки и зонтики. Корабль перевозил товары для снабжения около 16 небольших городов. Да, это не золото, но такие артефакты тоже ценятся. Содержимое корабля может стоить миллионы. Однако команда не собиралась продавать эти вещи. Они открыли на месте бывшего фруктового рынка в Канзас-Сити музей. Если вы попадете туда, то сразу почувствуете себя в универмаге 19 века. Здесь тысячи предметов в хорошем состоянии. Даже спички достаточно сухие, чтобы их можно было зажечь. Дэвиду потребовалось много лет, чтобы собрать всю коллекцию с парохода. Он ценит каждый из предметов и не хочет их продавать. Любой желающий может прийти сюда, заплатить за билет и оказаться в прошлом. Кто знает, может в вашем дворе тоже спрятан старинный корабль? В 2008 году геологи обнаружили в жаркой пустыне Намибии древнее судно. Это судно плавало еще в те времена, когда моряки боялись встретить в море пиратов. А сейчас корабль находится в высохшей лагуне. Он отплыл из Лиссабона в 1533 году и исчез вместе с командой около небольшого городка, где добывали алмазы. Спустя почти 500 лет корпус корабля был сильно поврежден. От судна остался только остов. Но сокровища, спрятанные внутри, остались нетронутыми. Изучали корабль, стараясь ничего не испортить. Затем, через 5 дней, они нашли в трюме большой старый сундук. Осторожно открыв его, они обнаружили там золотые монеты. Итак, стоимость корабля была оценена примерно в 10 миллионов долларов. Точная причина кораблекрушения неизвестна. Но эксперты считают, что судно было разрушено тяжелым грузом и плохой погодой. Оно опустилось на дно, которое спустя годы превратилось в пустыню. Кто-то находит в своем заднем дворе самолет, кто-то корабль, а один человек обнаружил в своем доме проход в древний тайный город. Это произошло в Турции в 1963 году. Владелец дома решил сделать ремонт. Он спустился в подвал и снес стену, чтобы превратить это место в жилую комнату. И вот за одной из стен он обнаружил туннель, ведущий под землю. Мужчина подумал, что это какая-то секретная камера. Он спустился туда и понял, что это нечто гораздо более важное. Это был древний город глубиной в 18 этажей. Люди построили его в 780-м 1180-м годах, как убежище от погодных катаклизмов и вторжения врагов. Это место также скрывает множество подземных туннелей, тянущихся на несколько километров в разных направлениях. Люди могли попасть в город из разных точек, используя тайные проходы, ведущие к этим дорогам. Город вмещал около 20 тысяч жителей, домашний скот и тонны продовольствия. Археологи также обнаружили там часовню, школы, конюшни и общественные кухни. Представьте себе, что вы открываете древний город, не выходя из дома. В 1963 году один человек в турецкой провинции Невшехир поступил именно так. Он ремонтировал свой дом, снес стену в подвале и обнаружил таинственную комнату. Он продолжил копать и увидел туннель. Так был обнаружен подземный город Деринкую. Деринкую одно из самых глубоких многоуровневых подземных поселений Каппадокии и всей Турции. Этот инженерный шедевр имеет 8 уровней. Жители, проживающие здесь, имели доступ к подвалам, хранилищам, часовням, школе, учебному залу и другим сооружениям. Все этажи соединены разветвленной сетью туннелей. Считается, что подземный город был построен как убежище. Снаружи сооружения не видно. Его глубина составляет примерно 85 метров. Комплекс был достаточно большим, чтобы укрыть около 20 тысяч человек, а также их скот и запас продовольствия. Здесь также есть вентиляционная шахта глубиной 55 метров. Люди использовали ее как для вентиляции, так и в качестве колодца. Колодец снабжал водой жителей, живущих на поверхности и тех, кто прятался в подземном городе. Интересно, что те, кто жил на нижних уровнях, могли перекрывать подачу воды на верхний и наземный уровень. Это позволяло обезопасить воду от возможного отравления. Это место было предназначено для защиты. Туннели можно было заблокировать изнутри огромными круглыми каменными дверями. Проходы были чрезвычайно узкими. Потенциальные захватчики должны были входить в туннели по одному. Похоже, люди в 7 веке до нашей эры все продумали. Археологи считают, что первыми построили ярусы фригийцы. После них сооружение использовалось и совершенствовалось в римские времена. Именно тогда были добавлены часовни. Однако золотое время Деринкую пришлось на византийскую эпоху. Но как людям удалось создать такие туннели? Ну, скала, в которой они их вырезали, не была обычной. Она состояла из мягкой вулканической процессу, начавшемуся миллионы лет назад. Вулканические извержения покрыли местность толстым слоем пепла. Затем он затвердел и превратился в эту мягкую породу. Когда природные силы ветра и воды размыли мягкие части, остались только твердые элементы. Забавный факт. Сказочные дымоходы также сделаны из вулканической мягкой породы причудливой формы. Но они образовались естественным образом, наш пункт назначения Чанакале, где оживает миф. На протяжении трех тысяч лет люди верили, что Илиада Гомера вымысел и что Трои никогда не существовало. В 1863 году все изменилось. Экспат Фрэнк Калверт обнаружил древние руины на западе Турции. Он был убежден, что они принадлежат древнему городу Троя. Генрих Шлиман исследовал эту местность в 68 году. Именно тогда Троя вновь видела солнечный свет после стольких веков. Троя имеет сложные слои. В течение многих лет девять древних городов были построены друг на друге. Историки говорят, что этот район был стратегически расположен между Европой и Азией, поэтому он стал процветающим торговым и культурным центром. Такое положение делало Трою привлекательной на протяжении всей истории. После Троянского конфликта город был заброшен в период с 1100 по 700 годы до нашей эры. Затем греческие поселенцы вновь открыли эту местность и здесь правил Александр Македонский. Затем в город вторглись римляне. Кстати, первое, что вы увидите, посетив это место, копию деревянного Троянского коня из фильма, снятого в 2004 году. Следующая остановка Латхал. В 1950 годах в Индии были обнаружены Латхал и несколько других хараппских городищ. Эти новые провинции расширили границы цивилизации долины Инда. Латхал был важной частью хараппской цивилизации. Здесь были обширные хлопковые ирисовые поля. Кроме того, здесь была фабрика по изготовлению бус. Бусины изготавливались из полудрагоценных камней вроде агата. Многие из этих бусин позже были найдены в Месопотамии, что служит доказательством Археологи считают, что город был частью древнего торгового пути. Следы сельского хозяйства есть, следы торговли есть. Что еще? Остатки жилых домов, улиц, тротуаров и стоков. Настоящее градостроительство и впечатляющие примеры ранней урбанизации. Город был отлично продуман. Здесь были современные дома, в некоторых из них было по шесть комнат, ванны, большой двор и даже веранда. В Латхале также был самый старый в мире док. Он связывал город с рекой Сабармати и торговым путем. Древний город Майя Калакмуль расположен на юге Мексики в тропическом лесу Тьерос-Бахас. С 500 по 800 годы в Калакмуле проживало более 50 тысяч человек. Здесь была центральная площадь, окруженная внешними районами. А если посчитать жителей всех этих внешних районов и тех, кто жил в центре, то население Калакмуля составляло более полутора миллиона человек. Это был город, который был пригоден для жизни на протяжении 12 веков. Считается, что здесь было больше построек, чем в любом другом раскопанном поселении Майя в регионе. После тысячного года цивилизация Майя столкнулась с упадком. Поселение, которое когда-то было центром Мезуамерики, было почти полностью заброшенным. Древний город находился в самом сердце второго по величине тропического леса в Америке. Место хорошо сохранилось, поэтому сегодня, посетив его, вы сможете представить себе, как выглядела жизнь в древние времена Майя. Городские остатки включают архитектурные комплексы и скульптурные памятники, оборонительные системы, каменоломни, водохозяйственные сооружения, сельскохозяйственные террасы, массивные храмовые пирамиды и дворцы. Не говоря уже о разнообразных украшениях и других сопутствующих предметах, это доказывает, что в этом тропическом лесу жили сложные государственно организованные общества. Майя изображали природу в своих картинах, керамики, скульптурах, ритуалах и даже в пище. Мы переходим к месту, которое, как считали люди, на самом деле не существовало. Город Тонис-Гераклеон упоминается лишь в нескольких надписях и древних текстах. Оказывается, он ждал своего открытия тысячи лет. Ученые обыскали большую часть побережья Египта, но затем археолог Фрэнк Годио и его команда обнаружили великолепное лицо, смотрящее на них из-под воды. Древний город Гераклеон был обнаружен полностью затопленным в шести километрах от побережья Александрии. В руинах затерянного города было найдено 64 корабля, 700 якорей и клад золотых монет. Археологи считают статуи высотой пять метров и остатки храма самыми важными находками, обнаруженными экспедицией. В те времена в городе проводились церемонии и праздники, которые проходили в храме Амуна. Руины и артефакты были сделаны из гранита и диорита, поэтому они сохранились в хорошем состоянии даже после многовекового контакта с водой. Они дают людям представление о том, какой была жизнь две с половиной тысячи лет назад в одном из важнейших торговых портов мира. В городе была сеть каналов. Его можно представить как древнеегипетскую Венецию. Каналы соединяли множество отдельных гаваней и причалов. Башни, храмы, дома и другие сооружения также были связаны между собой мостами. Тонис Гераклеон был главным портом страны для международной торговли и сбора налогов. Никто толком не знает, как город оказался под водой, но археологи связывают это с естественными причинами. В конце второго века до нашей эры, скорее всего, после наводнения Гераклеон ушел под воду. После этого Александрия, город, основанный Александром Македонским, стал главным. До славы Александрии Гераклеон был основным портом для въезда в Египет. Поэтому после катастрофы многие корабли, направлявшиеся в Гераклеон, были вынуждены изменить свой маршрут и отправиться в Александрию. Гераклеон утратил свою славу до тех пор, пока его не открыли заново в 1933 году. Месса-Верди Американский национальный парк в штате Колорадо. Парк является крупнейшим археологическим заповедником в США. В нем насчитывается более 5000 объектов, включая 600 скальных жилищ. Месса-Верди в переводе с испанского означает «зеленый стол». Название происходит от формы гор в этом районе с плоскими вершинами и крутыми склонами. Парк является местом археологических раскопок древних Пуэбло. Начиная с 7500 года до нашей эры, группа кочевых палеоиндейцев сезонно проживала в Месса-Верди. Они были охотниками, собирателями и земледельцами. Они построили первые жилища в регионе. К концу 12 века жители Месса-Верди начали строить массивные скальные жилища, которые сегодня являются самыми известными сооружениями в парке.